27 июля 56-го. Вчера вечером опять была у Анны Андреевны, тороплюсь записать ее дорогие слова. Но сначала про другое. Я прочитала ей балладу о рыбаке, волновалась так, будто читала свое. «Хорошие стихи», — сказала Анна Андреевна, — «настоящая большая лирика, имеет шансы сделаться народной песней, как «Меж высоких хлебов затерялось». Наш разговор про балладу о рыбаке происходил в ту пору, в 1956 году, когда стихи эти ходили по рукам безымянно. В первом издании моих записок я не могла ни назвать автора, ни проверить текст. В настоящее время, 1991-й, текст проверен и уточнен самим автором, а имя его — Аким. Баллада о рыбаке В рыбацком поселке у Плеса, где чаек разносится крик, с понятливым псом-остроносом живет молчаливый старик. Раскинув нехитрые снасти, он зорьку сидит напролет, а в стужу колотят на счастье над рыбьими тропами лед. И труднодобытую прибыль лещей судаков до платву, кадушку с мороженой рыбой, везет он на рынок в Москву, и дамы с осанкой монаршей, с печатью столичной красы, его называют папашей, украдкой косясь на весы. Откуда им знать, что когда-то в порядке предписанных мер в ночном переулке Арбата был схвачен седой инженер, что был без суда измордован в бессонном подземном плену, что горьким соломенным вдовам еще приписали одну, А трубы крикливо трубили в столице великой земли, а осенью в небо Сибири взмывали с болот журавли, в карьерах в торфянике зыбком шел месяц за месяцем вслед. Но вот объявили ошибкой семнадцать украденных лет, он вышел нелепый, безвестный, как в сказке очнувшись от сна. Узнал он, что в царстве небесном свой срок отбывает жена, что в этом расчетливом мире, покрывшихся коркой сердец, Он нужен, как в тесной квартире, давно позабытый жилец, и снова сановное барство его не пускает вперед, и снова мое государство вины на себя не берет. Пусть угол рыбацкого сруба, пусть гордого кормит река, товарищ, сжимаются зубы, как вспомню того старика, И всех, кого тайно и долго гноили в бетонных гробах, штормит, подымается Волга, под парусом вышел рыбак, он стар, но не может иначе, он шапку ломать не привык, улова тебе и удачи. Попутного ветра, старик. Аким. Яков Лазарич Аким. Год рождения, 1923. Поэт, автор стихов для взрослых и стихов для детей. Первый его сборник «Друзья и облака» вышел в 1966-м. За ним последовали «Твой город» — 1973-й и «Еще через десять лет утро и вечер» — 1983-й. Из стихов для детей назову «Неумейка» — 1955-й, «Пишу тебе письмо» — 1983-й и «Девочка и лев» — 1991-й. Я сказала, что постепенно прихожу к такому убеждению. Лирическая поэзия расположена где-то неподалеку от этики. «Да, конечно», — медленно произнесла Анна Андреевна, — «во всяком случае, в некоторые эпохи». «И ведь стих здесь, самое что ни на есть, наивный, прямой», — сказала я об Алладе, — «а все равно стих». «Да, конечно», — опять согласилась Анна Андреевна, — «это тоже старик и море, только сильнее, важнее». Мальчик написал правду, и правда в сию же минуту расплатилась с ним чистым золотом поэзии. Она древно помолчала, подумала. Но не всегда так бывает. Те хорошие люди, ну, в девяностых годах, они ведь писали тоже от благородных чувств, но их чувства не слагались поэзию, потому что стих тогда был совершенно уничтожен, убит. Великие учителя отучили создавать поэзию и воспринимать ее. А сейчас у этого мальчика за спиной снова высокая культура стиха. Я высказала не Анне Андреевне, а одну свою любимую мысль. Поколение, идущее следом за моим, утратили русскую классику. Литературные мальчики-девочки моего возраста знали и любили с молоду Батюшкова, Пушкина, Боротынского, Лермонтова, Тючева, Некрасова, Полонского, Фета. Это потому, что в юности или даже в детстве они пережили каждую строку блока Ахматовой Мандельштама. Я помню, как двенадцатилетними девочками мы с Женей Лунц прятались в школьном шкафу, где стояли географические карты и другие пособия, и читали друг другу по очереди наизусть незнакомку Славьиный сад и у самого моря. Современные стихи, пронзившие нас, словно личные письма нам адресованные, оказались надежным путем к постижению Боротынского и Тючева. Теперешняя молодежь не может пробиться к классикам, потому что туда один путь, через современную поэзию, а ее нет, а та, что есть, запечатана. Тут Анна Андреевна и пожаловала мне орден славы первой степени. Так думали все умные люди нашего поколения. Со скромной гордостью сказала она. Сурков не звонит. Это превращается в наваждение, в кошмар. Между тем известно, что в плане советского писателя книга Ахматовой держится прочно. Быть может, ее собираются выпустить без участия автора. И это возможно. Все возможно. Анна Андреевна думает, что надежда была ложная, и снова всему конец. И хорошо, и отлично, говорит она. Я спросила, не стоит ли позвонить Суркову самой. Но не ей самой, но, скажем, я могу позвонить от ее имени. За 68 лет своей жизни, сказала Анна Андреевна, я заметила, что самой звонить бесполезно. Пока у них не сварится, они все равно ничего не скажут. 1 августа 56-го. На днях вечером у меня была Анна Андреевна. Сурков не звонил. Она подчеркивает, что ей это решительно все равно. Но, между тем, книга ее твердо стоит в плане, а имя без эпитета блудница упоминается чуть ли не в каждом номере литературной газеты. Зачем же дело стало? 3 августа 56-го. С утра звонок. Анна Андреевна просит отвезти ее в Переделкино. Трудной это, признаться, была для меня поездка. Я не выспалась, и, как со мной при малейшем недосыпе бывает всегда, болят ноги, звуков не выношу, людей еще менее. Словно у меня где-то внутри содрана кожа, и каждый звук задевает рану. Машин у Корней Ивановича сегодня нет. Я заехала за Анной Андреевной в такси и предупредила ее. «Возвращаться будем поездом, а до вокзала полтора километра, и часть пути в гору. По силам ли ей это?» Она сказала, что это ее ничуть не пугает. Цель поездки — добыть для Эммы Григорьевна рекомендацию в Литфонд. Сначала мы заехали к Корнею Ивановичу. Он удивился. «Как? Всего только в Литфонд, а я думал, в Академию наук». От него к Федину в сопровождении Веры Александровны, которую Анна Андреевна по старой дружбе именует «Вивой». Вера Александровна Сутугина-Кюнер. 1892-1969 годы жизни. В начале 20-х годов секретарь Тихонова Сереброва в Горьковском издательстве «Всемирная литература». Затем после убийства Кирова в качестве социально чуждого элемента «Она, дворянка, выслана из Ленинграда» и лет 20 провела в ссылке. В Сенгилие. Благодаря хлопотам Чуковского и Федина Вера Александровна в 1956 году получила возможность вернуться в Ленинград. Летом же гостила у Корнея Ивановича в Переделкине. Калитка оказалась заперта, мы позвонили. Нам довольно быстро открыла дом работница или сторожиха, хмурая, без улыбки. Анна Андреевна отправилась одна, а мы с Верой Александровной обещали зайти за ней минут через 40. В условленное время мы снова подошли к той же калитке. «Звоним — никого, стучим — никакого толка, кричим — нет ответа, трясем калитку, колотимся в забор — не поддается». А сатанив от собственных криков и стуков, я начала бросать камешки через забор. Все напрасно. Строжихов, по-видимому, отлучилась, и в доме, за таким высоким забором, ничего не слышно. Нас выручила Наталья Константиновна Тринева. Она милосердно проводила нас через свой участок, смежный с Фединским, какой-то тайной калитки. Наталья Константиновна Тринева, 1904-1980 годы жизни. Переводчица. Дочь Тринева и жена Павленко. Дача Натальи Константиновны расположена на углу улицы Тринева и улицы Павленко, рядом с дачей Федина. В настоящее время, 1992 год, улицы сохраняют прежние названия, но дачи переданы другим хозяевам. Мы вошли в сад. Двери дома отворены. По нарядной, уставленной цветами лестнице, я поднялась наверх, в кабинет Константина Александровича. Деловой разговор, по-видимому, был уже окончен. Хозяин и гости на прощание обменивались любезностями. «Как легко и приятно быть у вас просительницей», — говорила Анна Андреевна. «Помилуйте, Анна Андреевна, вырождены повелевать, а не просить», — галантно отвечал Федин. Это было немножко смешно, будто они танцуют минуэт и делают друг другу реверансы. Ужинать я повела Анну Андреевну к нам. Шла она веселая, довольная. Федин не только обещал все устроить для Эммы, но к тому же подтвердил, что вопрос о книге решен положительно. «Пришли бы к Корнею Ивановичу, у него Бонди, читает и комментирует письмо Осиповой к Александру Ивановичу Тургеневу. Все слушали, любезно и с интересом. А у меня от напряжения проступал на лбу пот. Поужинали». Корней Иванович написал для Эммы Григорьевны то, что надо. «Пошли на вокзал». Сергей Михайлович оживленно рассказывал Анне Андреевне что-то о золотом петушке. Но я не понимала ни слова и только мучилась. Нервный громкий голос. Мне даже идти было легче, чем слушать и понимать. Не успели мы сделать по шоссе и двадцать шагов, как Анна Андреевна с упреком стала спрашивать меня, скоро ли вокзал. В городе она храбрилась, а тут, видно, силы ее иссякли. Раздраженно, требовательно спрашивала, скоро ли и почему мы так долго не приходим. И где же вокзал? Я ответила резко. До вокзала еще километр, и при том в гору. Теперь мне стыдно вспомнить, как я огрызнулась. Ей-то ведь идти, наверное, было труднее, чем мне. Сергей Михайлович мягко и заботливо ее утешал. К счастью, повстречалось такси. Бонзи усадил нас в машину, и мы доехали благополучно. Пятое августа пятьдесят шестого. Жизнь Анны Андреевны проникнута сейчас ожиданием. Сурков не звонит. Будет ли книга? Она уже не делает вида перед собой собой и другими, будто ей это все равно. Сообщила мне с утра счастливым голосом. Сурков не звонил. Но зато звонил Федин и сказал, что Сурков непременно позвонит в понедельник. По этому случаю она отложила свой отъезд к Шервинским в Старки и просит меня прийти посоветоваться. Вечером я пошла. Анна Андреевна напряженно ждет завтрашних вестей. Спросила, как я думаю, давать ли в книгу стихотворения «Борис Пастернак и клевета». «Сталин», — объяснила она, — обиделся когда-то на клевету, не заметив дату, 1921-й. Я посоветовала включить и Пастернаку, и клевету. Идей начальства все равно не угадаешь. То оно не замечает написанного, например, дату, то замечает нечто, чего и в помине нет, например, защиту сорняков в стихотворении «Ива». Клевета И всюду клевета сопутствовала мне. Ее ползучий шаг я слышала во сне. И в мертвом городе под беспощадным небом, скитаясь наугад за кровом и за хлебом, и отблески ее горят во всех глазах, то как предательство, то как невинный страх. Я не боюсь ее. На каждый вызов новый есть у меня ответ достойный и суровый. Но неизбежный день уже предвижу я. На утренней заре придут ко мне друзья, И мой сладчайший сон рыданьем потревожит, И образок на грудь остывшую положит. Никем не знаема тогда Она войдет. В моей крови ее неутоленный рот считать не устает небывшие обиды, Вплетая голос свой в моленье панихиды. И станет внятен всем ее постыдный бред, Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед, Чтоб в страшной пустоте мое осталось тело, Чтобы в последний раз душа моя горела Земным бессилием, Летя в рассветной мгле И дикой жалостью К оставленной земле. 1921 год На днях Лева звонил из Ленинграда Эмми Григорни С сообщением, что Анной Андреевной получены еще какие-то деньги За Марион де Лорм. Она очень довольна. Прочитала мне черновик своего перевода Из Робин Драната Тагора «Счастье». Как вы думаете, продолжать или бросить? Очень скучные стихи. Бросить, сказала я, Памятая о новых деньгах за Гюго. А вдруг бы Договор на ее собственную книгу И большой тираж Большие деньги Большая книга С новыми и старыми стихами. 7 августа 56-го Звонила Анна Андреевна Ее приглашают к Суркову завтра К шести часам в Союз А завтра в Союзе как раз закрытое партийное собрание До или после? Интересно 10 августа 56-го Вчера звонила Анна Андреевна Состоялось, наконец, ее свидание с Сурковым Он уходит в отпуск Просит ее составить маленькую книжку И прислать ему Маленькую? Глупо Но не случайно По любимому выражению наших критиков Третьего дня закрытый партсобраний в Союзе Очередное письмо ЦК А потом рассуждение о критиканах Кто же эти критиканы? Ну, например, Бергольц Которая выступила не так давно на писательском собрании С критикой речи Жданова И постановление об Ахматовой и Зощенко Зал бурно аплодировал А затем Ольгу Федоровну Стали прорабатывать повсюду На всех партийных собраниях В Ленинграде и в Москве Постановление 46-го года, оказывается Оставлено в силе Но ведь Зощенко и Ахматову все же печатают Вот и пойми Какое грязное пятно было бы смыто с наших душ С нашей литературы Если бы Ждановщина была отправлена туда, куда ей и дорога Туда же, куда Ежовщина-Бериевщина Отмыться от Ждановщины не удавалось, однако, более сорока лет Предисловие Суркова к Большой библиотеке поэта Сменившее предисловие Жермунского Есть в большой степени повторение Официальной концепции 1946-го года Хотя Сурков, почитатель Ахматовой Вряд ли был с этой концепцией согласен Мне неизвестно, в каком именно году Прекратили преподавать доклад Жданова в школах Но во всяком случае, в 1955-м Всесоюзное издевательство еще продолжалось Люди, наивно воспринявшие 20-й съезд как начало новой справедливой эпохи А таких было множество Не раз заявляли о необходимости отменить грубое, ни на чем не основанное постановление ЦК 1946-го года Одно из подобных попыток совершила Ольга Бергольц 15 июля 1956-го года в Москве, в Доме литераторов, состоялся семинар Посвященный литературной жизни в странах народной демократии Воспользовавшись словом «Ждановщина», употребленным в докладе, называемым Хикметом Ольга Бергольц впрямую заговорила о постановлении ЦК 1946-го года «Считаю, что одной из основных причин, которые давят нас и мешают движению вперед, — сказала она, — являются те догматические постановления, которые были приняты в 1946-48-м годах по вопросам искусства Давайте, товарищи, говорить о них теперь с полной откровенностью Почему теперь? Потому что именно теперь, после 20-го съезда, после доклада товарища Хрущева о культе личности, нам ясно, что эти постановления были выражением личных вкусов Сталина То есть были порождены исключительно культом личности Когда я сказал об этом в Ленинграде на собрании, сразу раздался окрик, мол, не позволим пересматривать постановление ЦК Хочется надеяться, что это всего лишь горстка трусливых людей, не желающих помочь партии в трудном деле подъема нашей культуры Надо отнестись к своим писательским делам по-хозяйски Выделить, что есть в данных постановлениях рационального А с другой стороны, и это главное, сказать, что есть в них положения, которые устарели, которые были всегда неправильны Связаны только с культом личности И от этого нам решительно надо освободиться Я думаю, что мы должны до конца во всем прошлом разобраться Не гипнотизируя себя тем, что эти постановления приняты такими высокими организациями Не надо гипнотизировать себя никак Не надо ни культа личности, ни культа коллегиальности Вред культовщины показал наш великий горький исторический опыт Нужно больше верить в себя, в возможность народа, который сумеет отличить дурное от хорошего И взять на идейное вооружение то, что ему нужно Ольга Бергольц Дневные звезды Москва, правда, 1990 год Хотя книги Ахматовой, вопреки постановлению, печатались несколько десятилетий многотысячными тиражами Мечтам Ольги Бергольц суждено было сбыться полностью лишь по прошествии 32 лет ЦК КПСС отменил, наконец, постановление 1946 года, как ошибочное, лишь 20 октября 1988 года 16 августа 1956 года Приехала с дачи Шервинских Анна Андреевна Она посвежела немного, помолодела, даже загорела Дочь Шервинских пишет ее портрет Два портрета Анны Ахматовой работы Шервинской Выспроизведены в 1989 году в журнале «Литературная учеба» номер 3 Там же опубликован отрывок из воспоминаний Шервинского В котором рассказывается, где и как происходили сеансы «Хорошо вам там было?» — спросила я «Разве мне может быть где-нибудь хорошо?» — ответила Анна Андреевна с укором И я видела, какие усталые у нее глаза Это было третьего дня Разговор зашел о выступлении Ольги Бергольц «Относительно меня Оля всегда вела себя безупречно», — сказала Анна Андреевна «И в 46-м, и вот теперь» Но неизвестно, какую волну поднимет ее выступление Я-то уже знаю, какую Здесь Ольгу Федоровну прорабатывал Сытин А в Ленинграде, говорят, дело будет разбираться в обкоме Но я промолчала, видя, что Анна Андреевна и без того чем-то расстроена Завтра, — сказала она, — 10 лет Следите за центральной прессой Но в газете вчера ничего не было Если не считать шпилек в подлейшем ответе Эренбургу Явно инспирированном редакции Сара Эммануиловна Бабенышева Называет эту статью так «Кочетов вернулся из больницы» Сара Эммануиловна Бабенышева Год рождения — 1910-й Специалистка по русской советской литературе Критик, автор статей и рецензий о Валентине Овечкине Ольге Бергольц, Вере Пановой, Евгении Шварце, Пантелееве Тендрикове, Новелле Матвеевой и других В 50-е годы она отлично разбиралась во всех закулисных передрягах и раздорах внутри Союза писателей С 1948 по 1950 годы она работала в качестве консультанта при комиссии по критике А с 1956 по 1966 преподавала в литературном институте Связи ее с Союзом были, однако, скорее враждебные, чем дружественные В 50-м году ее уволили, потому что она пыталась заступиться за безродных космополитов То есть противостоять антисемитской кампании В 66-м формально по сокращению штатов А в действительности за сбор подписей под письмом 63-х литераторов В защиту Синявского и Даниэля А Кочетове, в то время редакторе литературной газеты Сара Эммануиловна всегда отзывалась, как и многие в литературном кругу С негодованием и насмешкой Так и в этом случае Она поняла, что статья Вербицкого Ответ Иренбургу В котором содержались выпады по адресу Цветаевой, Ахматовой, Пастернака Инспирирована, снова приступившим к своим обязанностям Главою редакции В литературной газете шел спор между Иренбургом и Вербицким О поэзии Сулцкого, которую Иренбург ставил высоко Приведя свои возражения, Вербицкий пишет далее уже о других поэтах «Я отнюдь не собираюсь утверждать, — писал Вербицкий, — Что названные вами в статье Ахматова, Цветаева, Пастернак В какой-то степени не влияли на развитие советской поэзии в послереволюционные годы Выяснить, было ли это влияние положительным или отрицательным, — Дело историков литературы Мрачный день с Анной Андреевной Один из самых мрачных Вчера С утра она вызвала меня к себе Оказывается, она вернулась в город от Шервинских Потому что Сурков срочно требует книгу Она ее составила и теперь просит меня глянуть Книжка маленькая Оригинальных стихов немногим более чем переводов Конечно, книга Ахматовой — это книга Ахматовой Но в сущности путь поэта сведен к раннелюбовной лирике и к стихам военной поры Обокраден поэт и обокраден читатель Новый читатель такой жадный к поэзии Но книгу я смотрела под конец А сначала выслушал несколько горьких сообщений И гневных язвительных монологов Самое горькое о Леве Он в Ленинграде Вернувшись в Москву, Анна Андреевна говорила с ним по телефону Его не взяли в Эрмитаж Он, по его словам, оформился дворником В этнографическом музее Может ли это быть? Ведь он кандидат наук Ученый И после всего Анна Андреевна повторила Четыре строки из стихотворения, которые я и прочитала недавно И снова сановное барство Его не пускает вперед И снова мое государство Вины на себя не берет Затем я на секунду обрадовалась У нее, оказывается, побывал на днях Борис Леонидович, который не был века Но Нет, нет, не радуйтесь, Лидия Корнеевна Никакого продолжения дружбы Его послал ко мне один человек по делу Выглядит ослепительно Синий пиджак, белые брюки Кустая седина, лицо тонкое, никаких отеков И прекрасно сделанная челюсть Написал пятнадцать новых стихотворений По-видимому, Анна Андреевна имела в виду цикл «Когда разгуляется» Прочел ли? Конечно, нет Прошло то время, когда он прибегал ко мне с каждым новым четверостишем Он сообщил о своих новых стихотворениях так Я сказал в гослите, что мне нужны параллельные деньги Вы догадывались, конечно, в чем тут дело Ольга требует столько же, сколько Зина Ему предложили написать новые стихи, чтобы Том не кончался стихами из Живаго Речь идет о сборнике Пастернака, стихотворении и поэме Который в 1957 году в гослите был доведен до сверки и затем рассыпан Ну, он и написал пятнадцать стихотворений Я так разозлилась, что сказала стервозным бабским голосом Стервознейшим из стервозных Какое это счастье для русской культуры, Борис Леонидович Что вам понадобились параллельные деньги Монолог великолепный Но я его слушала с болью Я нуждаюсь в том, чтобы они друг друга любили Ахматова и Пастернак Не без этого худо Анна Андреевна, между тем, обнаружила подкладку своей обиды Я послала ему свою книжку с надписью Первому поэту России Подарила экземпляр поэмы Он сказал мне У меня куда-то пропало Кто-то взял Вот и весь отзыв Вы понимаете, конечно, кто у него крадет Затем она попросила меня посмотреть рукопись Крошечный отрывок из поэмы и Сан-Ке Очень сомнительные Песня мира и парк победы Да-да, великое событие Книга Ахматовой, первая после 46-го И предыстория есть Какое счастье И какое горе, потому что книга эта Поклеп на поэта Это Ахматова минус обе поэмы Минус Данте Минус Пастернак Минус Реквием И другие сильнейшие стихи 30-х и иных годов Выросло целое поколение Которому Ахматова известно только в трактовке Жданова Теперь они узнают ее От нее самой Догадаются ли О пропусках Я читала прилежно Нашла много опечаток машинистки Анна Андреевна, как всегда, дивилась этой моей способности Меня огорчило новое начало стихотворения «Мой городок игрушечной сожгли, и в прошлое мне больше нет лазейки» Это стихотворение в том виде, в каком я его знала и помнила в то время Было опубликовано в 1946 году в первом номере журнала «Звезда» Оно звучало интимнее, чем теперешнее патетическое «О» Но Анна Андреевна не согласилась со мной Затем я сказала ей, что слово «отмечу» в смысле «отпраздную» Приобрело для нашего уха вульгарный газетный оттенок Зовут имени Роза Люксембург, отметил десятую годовщину своего и так далее А потому мне неприятна строка «Как мой лучший день я отмечу» Она обещала подумать Впоследствии в издании 1961 года переменила «Белым камнем тот день отмечу» Потом я предложила убрать поставленное сурковым название «Лирика» Имя Анны Ахматова есть уже само по себе одно из имен Один из ликов мировой лирики Собраны ли в книге поэмы ее или стихи или даже статьи Зачеркнув название, она написала «Стихи разных лет» 1909-1956 Порадовалась, написав годы Трудовой стаж у нее значит 47 лет Может быть, пенсию увеличит Я сижу на стуле за маленьким столиком, сняв с него книги Она на постели позади меня Увидев через плечо, что я читаю стихотворение «Годовщину веселую празднуй», говорит Последнюю, на самом деле Последнюю, конечно, годовщину, а не веселую Эти стихи совсем искалечены Целая четверостишая выброшена Меж гробницами внука и деда Из стихотворения «Годовщину последнюю празднуй» Было изъято четверостишее «Меж гробницами внука и деда» Заблудился взъерошенный сад Из тюремного, вывернув бреда, фонари погребально горят А в первой строке оставлено «Веселую» вместо последнюю Так оно было опубликовано в книге стихотворения 1958 года Анне Андреевне быстро надоело, что я вожусь с рукописью Она все время со мной заговаривала не о книге И я читала на лету, на бегу Успела подумать только, читая отрывок из поэмы Что ни один отрывок из этой вещи, даже самой великолепной Не дает представления о ней Она ведь полифоническая Ничто одно ее не выражает Когда я кончила читать, Анна Андреевна поспешно убрала рукопись со стола Помолчала, потом заговорила доверительно, чуть понизив голос Один господин Вы, конечно, догадываетесь, о ком речь Вы и двое-трое друзей знают, в чем дело Позвонил ко мне по телефону И был весьма удивлен, когда я отказалась с ним встретиться Хотя, мне кажется, мог бы и сам догадаться, что после всего Я не посмею снова рискнуть Сообщил мне интересную новость Он женился только в прошлом году Подумайте, какая учтивость относительно меня Только Поздравление я нашла слишком пресной формой для данного случая Я сказала, вот и хорошо На что он ответил Но не стану вам пересказывать, что он ответил Она говорила, хотя и с насмешкой Но глубоким, медленным и страдавшимся голосом Я поняла, что для этого рассказа О небывшем свидании Она и вызвала меня сегодня Что снова ею совершен один из труднейших поступков Анна Андреевна полагала, была убеждена Главная причина, вызвавшая катастрофу 1946 года Это ее дружба с Оксфордским профессором Историком литературы Мыслителем, специалистом по Толстому Тургеневу Герцену Сэром Исаи Берлином Год рождения 1909 Посетившим Советский Союз в 1945 году Той же дружбе, которая, по ее мнению, разгневала Сталина Она приписывала и несчастье с Левой Вот почему, когда ее друг осенью 1956 года Снова приехал в Россию Она отказалась с ним встретиться Таинственные невстречи Пустынны торжества К тому же лицу обращены два Ахматовские цикла Сан-Кэ, созданные Ахматовой в 40-х годах И Шиповник цветет Сожженная тетрадь Цикл стихотворений, написанных именно об этой невстрече Ему же адресованы и некоторые строфы поэмы Гость из будущего О нем же сказано в посвящении третьем и последнем Он не станет мне милым мужем Но мы с ним такое заслужим Что смутится двадцатый век И к нему же обращены строки в эпилоге За тебя я заплатила чистоганом Заслужила постановлением Заплатила постановлением Написано в 1978 году Впоследствии, в 1980 году Гость из будущего сам воспроизвел разговоры с Анной Ахматовой В воспоминаниях о своих встречах с русскими писателями Еще позднее, в 1991 году Сэр Исайя Берлин сообщил мне Что в его памяти телефонный разговор 1956 года Сохранился несколько иначе И еще Я записал этот разговор в том же году И включил его в свои воспоминания Об Ахматовой Мы заговорили о постановлении Последовал новый гневный монолог В одном доме Анна Андреевна познакомилась с молодым человеком, физиком Который сказал ей Когда вышло постановление Мы считали, что насчет Зощенко Неверно А насчет вас Все очень логично и убедительно Вы подумайте Они считали И он говорит это мне Старухе Через 10 лет Зачем Считали Так и молчи В самом деле Какая душевная грубость И глупость К тому же Лирика Ахматовой Любовная женская лирика Среди ее стихотворений Нет ни одного Эротического Ни одного А они, видите ли Вместе с Аждановым Считали На прощание Анна Андреевна сказала мне Я совсем не могу работать Не в силах За лето перевела 30 строк А должна была перевести 3000 Зощенко уверен, что он накануне богатства А я накануне Самой черной нищеты 26 августа 56 Сегодня вышел октябрь Стихи Ахматовой Прошенные Взятые Принятые Там не появились Зато в правде Появилась статья Рюрикова С одной стороны С другой стороны И гнуснейший абзац Каких-то Литераторах Критикующих партийные документы О литературе Я имею в виду статью Рюрикова Литература и жизнь народа После длинного пустословия На ту тему Что с одной стороны Необходима широта взгляда И чуткость к мастерам слова А с другой Что широта Не есть Беспринципная И бесхребетная Всеядность Следовал выпад Против Выступления Бергольц Чья фамилия Была скрыта Под удобным термином Отдельные Литераторы Нашли Нашли Отдельные Литераторы Писал Рюриков Которые пытались Представить Как утратившие силу Известные решения ЦК партии По вопросам Литературы И искусства Решения партии Направлены Против Отрыва От жизни Народа От политических Задач Современности Против Забвения Общественно Преобразующей Роли Искусства И это Принципиальное Содержание Партийных Документов Мы будем Отстаивать В интересах Развития Литературы Итак Решение 46-го года Этот памятник Воистовающего Невежества Неприкасаем Его Оказывается Будут Отстаивать Дети Своими Чистыми Устами Будут снова Повторять Эти грязные Слова Разумные Доводы Бергольц Никого Не вразумели Однако 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 Книгу Ахматовой И Однотомник Зощенко Все же Собираются Издавать Вот И пойми Приходил Прощаться Эдик Бабаев Эдуард Григорьевич Бабаев 1927 1995 Годы Жизни Историк Литературы Специалист По Толстому Мемуарист Поэт Познакомился С Анной Андреевной В Ташкенте Где еще Подростком Приходил К ней читать Свои стихи Первый Сборник Его стихов Кратчайшие Пути Вышел В 1969 Году Второй Солнечные Часы В 1979 Третий Доверие В 1986 Году Перу Бабаеву Принадлежат Книги Об Анне Карениной В 1989 В 1989 В номере Шестом Вопросов Литературы А.А. Ахматова В письмах К.Н.И. Харджиеву А в 1992 Та же работа В сборнике Тайны Ремесла Ахматовские Чтения Выпуск Второй Эдик Бабаев Читал Свою Прозу Мне кажется Она Лучше Стихов Очень Точно Пересказывал Некоторые Слова Анны Андреевны Маленький Эпизод Из Левиного Детства Пришли Два Эстета Георгий Иванов И Георгий Адамович Лева Слушал Их Слушал И вдруг Спросил Где вы Живете Дураки Няня Возьмите Ребенка На руки Потом О своей Куцей Сурковской Книжки Выпускается Только для того Чтобы все Говорили Ахматова Фи Потом Еголину Мои стихи Показались Непристойными В 1955 Году Еголин Был Уличен В постоянном Посещении Публичного Дома Организованного Философом Министром Культуры Академиком Александровым На даче Под Москвой Стихи Ахматовой Казались Еголину Непристойностью Публичный Дом Местом Вполне Респектабельным Интересно Также Что Экземпляр Книги Ахматовой Уничтоженный В 1946 Году Оказался В руках У Суркова А затем И у Анны Андреевны Поправлявшихся С нашей Литературой Предоставляю слово Краткой Литературной Энциклопедии Еголин Александр Михайлович 1896 1959 Годы жизни Русский Советский Литературовед Член Коммунистической Партии С 1925 Года Член Корреспондент Академии Наук СССР С 1946 Действительно Член Академии Педагогических Наук РСФСР С 1945 Родился В рабочей Семье В 1933 Окончил Институт Красной Профессуры В 1937 41 Профессор Заведующий Кафедрой В Мифли В 1940 48 На ответственной Работе В ЦК КПСС За СИМ В энциклопедии Следует Перечисление Научных Трудов Этого Члена Двух Академий Перечень Занимает Всего Четыре Строки Таков путь Еголина К власти Над наукой И литературой О том В чем В действительности Состоял его Работа И каков Был его Подлинный Человеческий Облик Дают Некоторые Представления Записи Корниеван Чичковского Сделанные В разные Годы Цитирую Не хронологически А на выбор Запись 1946 Года Твардовский О Еголине Был у нас В университете Профессором По смешищам Студентов Задавали ему Вопросы А он Ничегошеньки Не знал 8 мая 1959 Года Умер Еголин Находясь На руководящей Работе В ЦК Он Пользуясь Своим Служебным Положением Пролез В редакторы Чехова Ушинского Некрасова И эта Синякура Давала ему Огромные Деньги Редактируя Номинально Чехова Он Заработал На его Сочинениях Больше Чем заработал На них Чехов Он Сопровождал Жданова Во время Его Позорного Похода Против Ахматовой И Зощенко И выступал В Питере В роли Младшего Палача И все это Я понял Не сразу Мне даже Мерещилось В нем Что-то Добродушное 11 марта 1955 Года Рассказывают Сенсационную Новость Александрова Министра Культуры Уличили В разврате А вместе С ним И П И К И будто Б Еголина 20 апреля 1955 Года Вышли Четыре Тома Герцена На первых Трех Начертаны Смешные Слова Будто Заместителем Главного Редактора Является Еголин Но в Четвертом Томе Его имени Нет Главный Редактор Казмин Уверен Что Еголина Сняли Не потому Что Увидели С его Круглом Невежестве А потому Что Он Изобличен В Блудодействе И еще Одна Запись Того же 1955 Года На закрытом Партсобрании Союза Писателей Обсуждалось Дело Александрова Еголина ЦК Объявил Этому Члену Корреспонденту Академии Наук Строгий Выговор С предупреждением Многие Выступавшие Требовали Для Еголина Исключения Из партии Но Поликарпов Секретарь Союза Писателей СССР Секретарь Московского Городского Комитета КПСС Сказал Не нам Переделывать Постановление Правительства 3 сентября 56 Из сборника Ахматовой Сырков Выкинул Два стихотворения И упало Каменное Слово Догадался И Севмор Путь Нет Разумеется О приговоре Не догадался Попросту Мрачно А почему Севмор Путь Надеюсь Потому что Стихотворение Плохое Стихотворение Приговор Входит в Реквием В нем Запечатлен День Приговора Леви Ни Сурков Ни другие Читатели О существовании Реквиема Тогда не Подозревали Стихотворение Печаталось Без заглавия И воспринималось Как любовное Еще Одна Разлука Еще Один Разрыв Севмор Путь Стихотворение Из цикла Слава Миру Восхваляющая Сталина Сурков Выкинул его Конечно Не за то Что оно Плохое А потому Что после Двадцатого Съезда Восхвалять Сталина Впрямую Уже Не полагалось Я была У Анны Андреевны Третьего Дня Она Просила Суркова Устроить Так Чтобы Книга Издавалась Не В советском Писателе А в Гослите Ему Она Сказала Не могу Спускаться С десятого Этажа А мне Не хочу С Лисючевским Николай Васильевич Лисючевский Год Рождения 1908 Литературный Критик Автор Статей О принципах Партийности В литературе О творчестве Советских Писателей Причастность Лисючевского К арестам Бориса Корнилова И Заболоцкого В пору Ежовщины Была в Пятидесятые Годы Уже Широко Известна Борис Корнилов Расстрелян А Заболоцкий Отбыв срок Вернулся После Двадцатого Съезда Несмотря на то Что роль Лисючевского Как доносчика Была вполне Доказана И партийная Организация Союза Писателей Требовала Его исключения Он не только Не был судим Или исключен Союза Писателей И из партии Но оставлен Директором Издательства Советский Писатель Членом Союза И членом Партии По сию пору Мало того В 1973 Году Лисючевский Получил Звание Заслуженного Работника Культуры РСФСР Написано Это В 1977 Году Роль Заслуженного Работника Культуры Скончавшегося В 1978 Году Еще более Велика И страшна Чем это Представлялось Мне В 1977 Теперь В 1991 Известно Больше В 1930 В 1930 Лисючевский Служил Консультантом В НКВД И писал Свои рецензии По прямому Заказу Мало этого В январе 1940 Года В результате Хлопот Многих Литераторов Следователь Прокуратуры Ручкин Намереваясь Пересмотреть Дело Заболуцкого И облегчить Его участь Вызвал Лисючевского И предложил Ему Изменить Свирепые Формулировки Своих Прежних Показаний Против Поэта Тогдаш Неблагожелательность Прокуратуры Объясняется Вероятно Энергичным Заступничеством Целой Группы Литераторов Десницкий Старый Большевик Критик Марксист Написал Письмо Сталину В прокуратуру Были посланы Письма Антокольского Осеева Гитовича Зощенко Каверина Тихонова В хлопотах О Заболуцком По свидетельству Его сына Никита Николаевича Приняли участие Также Фадеев Степанов Шкловский Чуковский Ленинградское отделение Союза писателей Образовало Специальную комиссию В составе Рахманова Князева Груздева Степанова Лозинского Которые тоже Направили в прокуратуру Письмо Однако Лисючевский Вызванный В прокуратуру Остался Непоколебим На все Настойчивые Предложения Следователя Смягчить Прежние Формулировки Своих Обвинительных Показаний Лисючевский Отвечал Отказом А формулировки Были Например Такие О поэме Заболоцкого Торжество Земледелия Торжества Заболоцкого Заболоцкого Является Активной Контрреволюционной Борьбой Против Советского Строя Против Советского Народа Против Социализма Оба Доноса И на Бориса Корнилова И на Заболоцкого Теперь Опубликованы Отказываясь Отречься От своих Прежних Вносительных Формулировок Лисючевский Таким Образом Не дал Прокуратуре Возможности Сделать К освобождению Поэта Не единого Шага И написал Еще один Донос На Следователя По-видимому Власть у него Была Немалая Заболоцкий Один из Немногих Арестованных Оказавших Упорное Сопротивление Следователям Вплоть До физического И ничего Не подписавший О том Что пришлось Ему перенести По милости Лисючевского Подробно Написано им В очерке Истории Моего Заключения История Впервые Была Публикована По-английски За границей По-русски В нашей стране Вышла Впервые В третьем Номере Журнала Доугава За 1988 Год Затем В сборниках Серебряный Век Москва 1990 И Заболоцкий Избранные Сочинения Москва 1991 Год А также В библиотеке Огонька Номер 18 За 1991 Год История Написанная Заболоцким Подробно Рассказывает Не только О пытках Применявшихся Следователями К заключенным Но и О том Сопротивлении Духовном И физическом Которое Одинокий И безоружный Поэт Оказывал Своим Палачам Продолжено В 1991 Году Последнее Известие Приходили К Анне Андреевне Какие-то Девицы Из Вокса Снимали Ее И Интервьюировали К чему бы это На мой вопрос Что она сейчас читает Ответила Второй том Нового Блока И Сержусь Александр Блок Сочинение В двух томах Составление Подготовка Текста Вступительная Статья И комментарии Владимира Орлова Москва 1955 Год В блоке Жили два человека Продолжает Анна Андреевна Один Гениальный Поэт Провидец Пророк Исаия Другой сын И племянник Бекетовых И Любин муж Тете нравится Маме не нравится Люба сказала А Люба Была круглая Дура Почему Пушкин Никогда не сообщал Никому Что сказала Наталья Николаевна Блок был в Париже И смотрел на город И на искусство Глазами Любы И тети Какой позор А Матиси Гении Когда тот Приезжал в Россию Записал у себя В дневнике Французик Из Бордо Не понравилось Ее стихотворение Пастернака В знамени На июльском воздухе Нынче далеко не уедешь Сурово сказала Анна Андреевна В журнале Знамя В девятом номере За 1956 год Помещено стихотворение Бориса Пастернака Лето Впоследствии Переименованное В июль Июль С грозой Июльский воздух Снял комнаты У нас в наем Прочитала мне Свои стихи Посвященные Цветаевой Я уже слышала их Это мой долг Перед Марининой памятью Мне она посвятила Несметное Множество Стихотворений 14 сентября 1956 Была у меня Анна Андреевна Встревоженная Вестями О Борисе Леонидовиче Какая-то Отрицательная Внутренняя Рецензия На его роман За подписью 20 человек Что же теперь будет Роман собирались Срочно печатать Здесь Потому что Он вот-вот Должен выйти В Италии Если он здесь Будет осужден А там выйдет Скандал Вспыхнет Грандиозный Потом она Прочитала мне Два новые Свои стихотворения Ты выдумал Меня Такой на свете Нет И еще одно Со строкой О Марсе Оба Из сожженной Тетради Второе Был вещем Этот сон Или не вещем Марс Воссиял Среди небесных Звезд Дивные Стихи Особенно Первое Прочла И начала Меня подразнивать Они уже Были написаны Когда я вас Видела Но я не решалась Вам прочесть И никто Мне ничего Про них Не говорит Сказали бы Хоть вы Два слова Ведь вы умеете Говорить о стихах Скажу Ровно два Великие стихи Не хуже Моих молодых Лучше По дороге Домой Я думала О том О чем Не решалась Ее спросить А мне В ту ночь Приснился Твой приезд Значит ли Это Что заграничный Господин Снова Приедет И О Август Мой Как мог Ты Весть Такую Мне В годовщину Страшную Отдать Значит ли Это Что стихи О приезде Написаны В годовщину Постановления Ведь в августе Не одна Страшная Годовщина Написано 14 августа То есть Именно в годовщину Постановления Августовские Страшные Годовщины Из тех Что известно Мне В 1921 Году Арест Гумилева Смерть Блока Расстрел Гумилева Быть может Это еще Не все 17 Сентября 56 Вчера На часок Забегала Каня Андреевна Она рассказала Мне о Воксе О радио Ее Отдаливают Со всех сторон С чего бы это Начальство Видимо Желает Продемонстрировать Миру Что она Жива Здорова И щебечет Это Беспокоит Ее Но гораздо Более Новомирская Рецензия На роман Пастернака Анна Андреевна Гений Тревоги Мастер Зловещих Предчувствий Заразила Своей тревогой И меня Борис Леонидович На днях Был у нее Она сама Специально Вызвала его К себе По телефону Все дурные Слухи Полностью Подтвердились Рецензия Действительно Уничтожающая Под ней Действительно Стоят Двадцать Подписей И среди Них Федина Так Внутренняя Рецензия О которой Идет Здесь Речь Это Рецензия Членов Редколлегии Симоновского Нового Мира На роман Доктор Живаго Представленный Автором По договору Осенью 1956 В рецензии Был обоснован Отказ Опубликована Она была Только через Два года В самый разгар Травли Пастернака Сразу После Присуждения Пастернаку Нобелевской Премии То есть Уже Новый Редколлегии Возглавляемой Твардовским Однако Основной Упрек Послуживший К отклонению Романа И естественно Встревоживший Анну Андреевну Содержался Уже Во внутренней Рецензии 1956 Встающая Со страниц Романа Система Взглядов Автора Сводится К тому Что Октябрьская Революция Была Ошибкой Участие В ней Для той части Интеллигенции Которая Ее Поддерживала Было Непоправимой Бедой А Все Происходящее После Нее Злом Письмо Было Опубликовано В литературной Газете В 1958 Году Я спросила Про Леву Да Он звонил Он уже Не женится Ах Я вам не говорила Что он должен был Жениться В первый раз Слышу А вы Рады Что Не Мне все равно Когда парню 44 года Можно уже Его делами Не заниматься От Левы Я хочу Только Одного Чтобы он Не был На каторге И более Ничего Анна Андреевна Ехала К Марии Сергеевне По дороге Завезла Меня домой 19 Сентября 56 Сердце болит Неистово Вчера Когда мы сидели В Вардовской Столовой Втроем Анна Андреевна Тышлер И я Мне пришлось Потихоньку Принять Нитроглицерин Анна Андреевна Рассказала Какая будет О ней передача Потом Из комнаты Принесла свой портрет Тышлеровский Ташкентский 43-го года Хочет Чтобы этим портретом Открывалась книга Тышлер Взглянул Припомнил Одобрил По-моему Тут Ахматова Похоже на Анну Каренину Что-то роковое В лице В спутанных В волосах По-видимому Речь идет О портрете Воспроизведенном В сборнике Воспоминания О своих портретах Работы Тышлера Анна Андреевна Записала Тышлер Серия рисунков Ташкент 1943-й год Далее В записи Следует Неполный перечень Тех У кого в руках Подлинники У Гинсбург Рины Зеленой Фаины Раневской Многие рисунки Тышлера Из этого цикла Опубликованы В журнале Литературная учеба В номере третьем За 1989-й год Они приводятся Как иллюстрации Кочерку Флоры Сыркиной Об Ахматовой И Тышлере Под заглавием Без Катурнов О том, как создавался цикл Рассказал и сам художник Я помню Ахматову Воспоминания В том же сборнике Цитируются слова Ахматовой Я встретила художника Александра Тышлера Который так же, как Модельяне Любил и понимал стихи Это такая редкость Среди художников Об обложке и заставках Для книги Анна Андреевна Хочет просить Фаворского Сегодня, сейчас Я позвонила ей Чтобы спросить О радиопередаче Еще не состоялось Но зато состоялся Звонок Антокольского Мою любимую Элегию Есть три эпохи У воспоминаний Редакция из Альманаха Хочет снять По словам Антокольского У них набралось Слишком много похоронного Дайте что-нибудь другое У меня ничего нет Тогда мы возьмем Что-нибудь из напечатанного На это Вы не имеете права Ложная тревога Элегии Ахматовой В дне поэзии 1956 года Все-таки была напечатана Много у них такого Как же Не знаю, как у них А в русской поэзии Маловато Они швыряются В октябре Храпченко Снял черную и прочную разлуку Вторую годовщину И время прочь И пространство прочь Он прав Опять фонарь аптека Какие богатые Могут и без этого обойтись Впрочем, им что Таким, как Харченко Они без всего могут Кроме большой зарплаты 27 сентября 1956 Что еще В воскресенье Звонила мне Анна Андреевна Звала с собой В Переделкино К Пастернаку Но я не могла Времени нет Работы по горло Да и плохо Я что-то стала Переносить многолюдство Потом Накануне отъезда Анны Андреевны В Ленинград Я встретилась с ней У Наташи Ильиной И Анна Андреевна Рассказала нам О блестящем Светском собрании На даче До обеда Рихтер После обеда Юдина Потом Читал стихи Хозяин Недурно Сказала я А я там очень устала Ответила Анна Андреевна Мне там было Неприятно Тяжко Устала От непонятности Его отношений С женою Мамочка Мамочка Если бы эти нежности Зинной Означали разрыв С той Воровкой Так ведь нет же И ничего не понять Устала И от богатства Устала От того Что никак Было не догадаться Кто здесь Сегодня Стучит 31 декабря 56 Вчера Приехала Внезапно Анна Андреевна Позвонила мне Вот и подарок Нежданный К Новому году Звала Куда-то вместе Встречать Но я не пойду Чувствует Она себя Хорошо Разговаривает Бодрым голосом Но ведь Новый год День рубежа День особенный И может быть оттого Я с болью задумалась О будущем И о прошлом Не всегда так будет Телефонный звонок Берешь трубку И оттуда Из невидимого пространства Голос Ахматовой Так обыденно Звонок Теплая трубка В руке А возле уха Ее слова Голос Возвещающий нам Что мы еще Не погибли Отчего Или от кого Оторвет он Меня в последний раз И как я узнаю Что больше Никогда Ни на чем Последнем Не бывает Написано Внимание Слушай Помни В последний раз 1957 год 3 января 57 В комнате Новые зеленые обои Зато Лестница Совсем Развалилась Анна Андреевна Дала ей прозвание Рим 11 часов Так назывался Фильм Созданный Знаменитым Итальянским Режиссером Джузеппе Де Сантисом Один из главных Эпизодов Крушение Лестницы Под тяжестью Женщин Стоявших На ступенях В очереди Фильм Вышел на экран В СССР В 1954 Году В самом деле Не знаешь Куда и ногу Поставить Множество Новелл И стихов Она обедала В переделке Не у Бориса Леонидовича Роман его Все-таки Будет Печататься Слава Богу В Гослите Подписан договор Борис Леонидович Объявил Анне Андреевне Что он счастлив Да-да Вообще Совершенно Счастлив Во всех Отношениях Опять Было Очень пышно Очень светски И опять Между ними Черная кошка Анна Андреевна Обиделась На Бориса Леонидовича Мельком В предаточном Предложении Он у нее Осведомился У вас ведь Есть Кажется Такая книга Вечер А если бы Я у него Спросила У вас ведь Есть Кажется Такая книга Поверх Барьеров Он Разнакомился Со мной Перестал Кланяться На улице Уверяю Вас Пишет Что подорожник Лежал у него На столе Накануне войны А подорожник Вышел В 1921 году Совсем Провалился В себя Не видит Уже Никого И ничего Автобиографический Отчерк В котором Пастернак Упоминает О подорожнике Писался Им В 1956 И перерабатывался В 1957 Году Из текста Очерка Ясно Что Пастернак Имел ввиду Именно Книгу Вечер Но по ошибке Назвал ее Подорожником Лучи Садившегося Осеннего Солнца Бороздили Комнату И книгу Которую Я перелистывал Вечер В двух В двух Видах Заключался В ней Один Легким Порозовением Лежал На ее Страницах Другой Составлял Содержание И душу Стихов Напечатанных В ней Я завидовал Автору Сумевшему Такими Простыми Средствами Удержать Частицы Действительности В нее Занесенные Это была Одна из Первых Книг Ахматовой Вероятно Подорожник Борис Пастернак Люди И положение Борис Леонидович Просил Анну Андреевну Принять Ольгу Научите Как Быть Это уже Не Впервые Я Молчу И притворяюсь Оглохшей Речь идет О настойчивых Просьбах Бориса Леонидовича Принять Ивинскую Одну Или вместе С ним Анна Андреевна Упорно Сопротивлялась После Очередного Отказа Прозвучавшего По телефону В присутствии Льва Адольфовича Озерова Ахматова Объяснила Ему Она Доконает Его Авантюристка Это Понимают Все Кроме Бориса Долго И С отстоявшейся Гневной Речью Анна Андреевна Говорила Про какую-то Книжку Выпущенную Кембриджским Университетом О ней Мандельштаме И Гумилеве Предполагает Что автор Шацкий А написано Со слов Женщины Безумные Похвалы Моим Стихам И яд Яд Обо мне Придумано Будто я Отсутствую В лирике Гумилева Будто он Меня никогда Не любил Но вся его Лирика До определенного Года До душевного Разрыва Вместе С пятистопными Ямбами Ты Для кого Искал я На Леванте Вся Полна Мною Дальше Правда Нет у меня Автор утверждает Что я была Совершенно Похожа На Альтмановский Портрет Но Сама В этом Никогда Не признавалась Такое Может Изобрести Только баба Альтмановский Портрет На сходство Не претендует Явная Стилизация Сравните С моими Фотографиями Того же Времени Я думаю Все это Идет От Адоевцевой Которую Николай Степанович Во что Быто Не стало Хотел Сделать Поэтом Уговаривал Не подражать Мне И она Бедняжка Писала Про какое-то Толченое Стекло Не имея Ни на грош Поэтического Дара А об Осипе Шацкий Его трактует Как Какого-то Бульвардье Посетителя Кафе Этого Мученика Пишет Что Мандельштам Умер В 1945 Году Стыда Нету Человека Перепутать Такую Дату Осип Мандельштам Скончался В лагере 27 Декабря 1938 Года И Провирается Пишет Будто У Мандельштама Были Веки Без Ресниц У Осипа Были Ресницы Пушистые В полщеки Гнев Анны Андреевны Обрушился на книжку Страховского Леонид Страховский Выступал иногда Под псевдонимом Чацкий Но не Шацкий Как по ошибке Назвала его Анна Андреевна В пятистопных Ямбах В которых По словам Ахматовой Запечатлен Душевный разрыв Между нею И Гумилевым Читаем Такие Строфы Теперь Мой голос Медлен И Размерен Я знаю Жизнь Не удалась И ты Ты Для кого Искал я На Леванте Нетленный Пурпур Королевских Мантий Я проиграл Тебя Как Дамаянте Когда-то Проиграл Безумный Наль Взлетели Кости Звонкие Как сталь Упали Кости И была Печаль Сказала Ты Задумчивая Строго Я верила Любила Слишком Много А ухожу Не веря Не любя И Пред лицом Всевидящего Бога Быть может Самою Себя Губя Навек Я Отрекаюсь От тебя По мнению Анны Андреевны Многие страницы Книги Страховского Написаны Со слов Поэтессы Ирины Адоевцевой 1895 1990 Годы жизни Такой Может Изобрести Только Бахба Яд Яд Обо мне Восклицает Ахматова Между тем Адоевцев В своих воспоминаниях На берегах Невы Вашингтон 1967 Год Говорит Об Анне Андреевне Весьма уважительно Книга Адоевцевой Несомненно Изобилует Большими Погрешностями Но Неуважений К Ахматовой В ней Нет Беда Там Другая Недостоверность Мыслим Ли Например Через Десятилетия По памяти Воспроизводить Живые диалоги Что касается Толченого стекла То Анна Андреевна Имеет здесь в виду Баладу Толченое стекло О попытках Вычеркнуть ее Из биографии Гумилева Анна Андреевна Говорила не раз И темные ресницы Антиноя Вспомнила я сразу Не успела я подумать О поэме Как Анна Андреевна Подала мне Лист бумаги И карандаш И продиктовала Для моего экземпляра Новую строфу Строфу О Шаляпине И еще Всякие мелкие Замены Кое-что Объяснила Шаляпинская Строфа Была продиктована Так И опять Тот голос Знакомый Словно эхо Горного грома Ужас Смерть Прощенье Любовь Ни на что На земле Не похожий Он несется Как вестник Божий Настигая нас Вновь И вновь Мелкие поправки Продиктованные 2 января 57 года Таковы Языком Кривым И зеленым Вместо Прямым Решка Третий Прожил Лишь 20 лет Вместо Третий Умер В 17 лет Решка Кроме того К Решке Поставлен Эпиграф Из Клюева Жасминный Куст Где Данте Шел И воздух Пуст Ахматова На свой лад Переделала Строки Из стихотворения Клеветникам Искусства Избранные Ею Для Эпиграфа У Клюева Так Ахматова Жасминный Куст Обожженный Асфальтом Серым Тропу Утратила К пещерам Где Данте Шел И воздух Густ Николай Клюев Стихотворение Поэмы Москва Художественная Литература 1991 Год Было Разлучение Наше Мнимо Я с тобою Неразлучимо Тень Моя На стенах Твоих Отражение Мое В каналах Звук Шагов В армитажных Залах И на Гулких Сводах Мостов И на Старом Волковом Поле Где Могу Я Плакать На Воле Чаще Новых Твоих Крестов Стало Разлучение Наше Мнимо Я с тобою Неразлучимо Тень Моя На стенах Твоих Отражение Мое В каналах Звук Шагов В Эрмитажных Залах Где Со Мною Мой Друг Бродил И на Старом Волковом Поле Где Могу Я Рыдать На Воле Над Безмолвием Братских Могил Подчеркнуто Мною Замена Строк Хоть на мой Взгляд И Огорчительно Но Мотивировано А вот По какой Причине Еще до Замены Целой Строки Ахматова Дуги Мостов Заменила Сводами Я Не Понимаю А уж Строка И на Гулких Дугах Мостов Безусловно Утрата Я Спросила Зачем Это Мостов Рифмовалось С крестов Сказала Анна Андреевна И на Старом Волковом Поле В чаще Новых Твоих Крестов Между тем На Волковом Кладбище Никаких Крестов Во время Блокады Не Ставили В Ленинграде У нее Побывал Орлов И взял Всю Поэму То есть Что значит Взял Хочет Взять Для какого-то Ленинградского Альмонаха Владимир Николаевич Орлов 1908 1985 Годы жизни Литературу Вед Специалист По истории Русской Литературы Конца 18 И Начало 19 Века А также Поэзи Начало 20 Века Под редакцией Орлова Выходили Многие Собрания Сочинения Александра Блока Он Один Из Редакторов Блоковского 12 Томника И 8 Томника С 1956 По 1971 Орлов Был Главным Редактором Библиотеки Поэта В каком Именно Ленинградском Альмонахе Намеревался Он напечатать Всю Поэму Я не знаю В Советском Союзе Поэма Без Героя Целиком Не напечатана По сей день За границей Много раз Но с пропусками Перестановками И ошибками Написано Это В 1978 В настоящее время В настоящее время У нас в стране Поэма Без Героя Печатается Почти во всех Сборниках Анны Ахматовой Печатается По-разному Об окончательном Тексте Исследователи Спорят До сих пор Запись Продолжена В 1992 Анна Андреевна А также Несколько Переводов С корейского Какие именно Шесть произведений Были отобраны Редакцией Для предполагаемого Третьего выпуска Мне неизвестно Я спросила Какие стихотворения Лучше я вам Седьмое Прочитаю Ответила Анна Андреевна И прочитала Застольная Под узорной скатертью Не видать стола Я стихам не матерью Мачехой была Эх, бумага белая Строчек ровный ряд Сколько раз глядела я Как они горят Сплетни изувечены Биты кистенем Мечены Мечены Каторжным Клеймом Я спросила О стихах Заболоцкого В литературной Москве И дне поэзии Анне Андреевне Понравился чертополух И очень не понравилось Прощание с друзьями Оскорблено Таинство смерти Разве можно В такой тональности Говорить о погибших? Стихотворение Нежное Любящее Братское Начинается Так В широких Шляпах Длинных Пиджаках С тетрадями Своих Стихотворений Давным-давно Рассыпались Вы в прах Как ветки Облетевшие Сиренем Но быть может Они А древние Оскорблениям Таинства смерти Показались Строки Стихотворений Не любить Не любить стихи Поэта И любить Его самого Вот Николай Иванович Харджиев Один из моих друзей Ближайших А он Не любит Моих стихов Нет Это Великая пошлость Не любить Человека Если не нравятся Его стихи Я утаила Что весьма часто Бываю сама Повинна В этой Великой пошлости Когда я собралась Уходить Анна Андреевна Просила посидеть Еще И на прощание Рассказала Две Ослепительные Новеллы Первая Ее навестила Вера Бывшая Горничная Судейкиной Старушка Расспрашивала Обо всех Тогдашних гостях Кто уехал Кто где Кто жив Америску Вкусниках И всех Вспомнила Никого не забыла Только меня Почему-то Приняла За жену Алексея Толстого Вы всегда С ним Вместе приходили А я ее Нарушно Спросила О князеве Она Гусара Сразу вспомнила Говорит Я его По черному Ходу Впускала У меня Теперь такое Чувство Будто я Сама С черного Хода Побывала В своей Поэме Вторая К ней Пришел Кузьмин Караваев Старик Сосед По слепневу Мы провели Целый вечер Втроем Он Я Левушка Пили вино Перебирали с ним Всех Слепневских Когда он Ушел Меня вдруг Часа через два Осенило Да ведь Он Из-за меня Стрелялся Сидя на постели Большая Тучная Она Закрыла Лицо Руками И задорно Лукаво Сверкнули Глаза Между пальцев Опустил руки Подумайте Целый вечер Провели вместе И я Только через Два часа Вспомнила Ему было тогда 17 лет Это был красивый Молодой человек Студент Подававший надежды О котором Из братьев Кузьминых Караваевых Идет речь Точно и уверенно Сказать не могу С этой семьей Ахматова Связана была Двояка С соседством По Слепневу И общением В цехе поэтов Жена Дмитрия Владимировича Елизавета Юрьевна Кузьмина Караваева 1891-1945 Годы жизни Поэтесса Автор стихотворных Сборников Скифские черепки 1912-й И Руф 1916-й Была одно время Как и Анна Андреевна Членом цеха А муж ее Дмитрий Владимирович Тогда молодой юрист Исполнял в цехе Обязанности Стряпчева Елизавета Юрьевна Кузьмина Караваева В будущем Монахиня Мать Мария О ней О ее стихах О ее подвижнической Жизни Об участии Во французском Сопротивлении И героической Гибели В фашистском Концлагере Существует Обширная Литература Которого Из братьев Кузьминых Караваев Имела ввиду Ахматова Говоря о соседе После Пневу Красивом молодом Человеке Некогда Из-за нее Стрелявшимся Я не знаю Исследователь Жизни и творчества Анны Ахматовой Тименчик В ответ На мой вопрос Высказал предположение Что это был Брат Дмитрия Владимировича 1886-1959 Годы жизни Михаил Владимирович Кузьмин Караваев Год рождения 1894 Именно он В 1911-1912 Годах Был 17-летним Студентом Подававшим надежды Учился в Петербурге Сначала На факультете Восточных языков Потом На юридическом Ни его профессия Ни дальнейшая судьба Мне неизвестны Предполагаю Что судьбой его Был лагерь Потом ссылка А в 54-56 годах Возвращение Тут он и встретился Снова С Анной Андреевной Анна Андреевна Вспоминала Что-то далекое Своё Молодое И хотя речь шла О попытке самоубийства Что-то счастливое Вспоминала молодость А я опять подумала О поэме Вот ещё одно самоубийство Правда Окончившееся По-другому Чем то Анна Андреевна Показала мне Целый ворох Своих фотографий Переснимаемых Кем-то для музея И среди них Одну страшную С вытраченными глазами Это на пропуске В фонтанный дом В квартиру Книжечка Внутри листок Написано Ахматова Анна Андреевна Жилец И тут же Приклеена фотография Ныне фотография Этого пропуска Опубликована Не один раз Я вгляделась Не лицо Ахматовой А скорее Лицо Её страха Окаменелое Страдание Нет Тут Окаменелый Ужас Ведь не только В том Царско-сельском Доме Было очень Страшно жить Но и в этом Фонтанном Я свидетель Впередние Уже у самых дверей Анна Андреевна Провожая Меня спросила Что делать Если Пишется Своё А приходится Переводить Чужое Мне вспомнились Слова Блока Цитируемые В чьих-то Воспоминаниях Кажется Узамятина Отчего Нам платят За то Что мы Не делали Того Что должны Делать Евгений Замятин Воспоминания О Блоке 9 января 1957 года На днях Один вечер У Анны Андреевны Я принесла ей Прошлогодний Августовский Номер Нового мира Со стихами Бергольц И некоторые Мне понравились Ольга Федоровна Бергольц 1910 1975 Годы жизни Автор Лирических Стихотворений Поэм Многочисленных Журнальных И газетных Статей Сценариев Пьес Лирической Прозы В 1934 Году В Ленинграде Вышел Сборник Стихотворения В 1942 Февральский Дневник В 1950 Поэма Первороссийск За которую Бергольц Получила Сталинскую Премию В 1972 1973 Годах В Ленинграде Вышло Собрание Сочинений Бергольц В трех Томах Для Ленинградцев Переживших Блокаду Имя Ольги Бергольц Навсегда Связано С военными Готами Во время Блокады Бергольц Работала В радиокомитете И ее Голос Чуть не Ежедневно Звучал В передачах Говорит Ленинград Жизненный И писательский Путь Ольги Федоровны Труден И непрям В юности Она переболела Воинствующим Комсомольством Отдала Дань Раповской Идеологии В середине Тридцатых Сделалась Кандидатом А затем И членом Партии Потом Из партии Исключена Арестована И после Семимесячного Заключения В тридцать В тридцать Восьмом Тридцать Девятом Годах Снова Восстановлена В партии Беды Ходили за ней По пятам Первый ее муж Поэт Борис Корнилов Расстрелян В В 1937 Году Когда Они уже Разошлись Второй Николай Молчанов Умер от Голода У нее на руках В Ленинграде Во время Блокады Еще до этого Она потеряла Двоих детей Несмотря на Искренность Горя Пережитого Ею Стихи ее Порой Звучали Риторически Когда же Ей удавалось Преодолеть Риторику А это Бывало Нередко Они Обретали Глубину Силу И Очарование Разным В разное Время Было Отношение Ахматовой К литературной Деятельности Бергольц О статьях Раповского Толка Анна Андреевна Отзывалась Негодующей Поэтический Дар Ценила Весьма Но Относилась К стихам Придирчиво Принимала Их С большим Отбором И Как видно Из моих Записок Иногда Не без Иронии К самой же Ольге Федоровне Была дружески Расположена Памятая о том Что в 1946 Году Бергольц Оказалась Среди людей От нее Не отвернувшихся Среди тех Кто продолжал Посещать ее Заботиться О ней Слушать И хранить Ее стихи А Бергольц Своим Третьим Мужем Литературоведом Макогоненко Сохранила Машинописный Экземпляр Книги Ахматовой Нечет Книги Уничтожены По приказу Цензуры Бергольц Понимала И любила Ахматову В свои Зрелые годы Она возненавидела Притеснение Литературы И Как могла Противостояла Им Запись 1978 Посмертно В Ленинграде В 1983 Году В большой серии Библиотеки Поэта Вышли Избранные Произведения Ольги Бергольц В годы 1988 1990 Три тома Собрания Сочинений В этом Собрании Впервые Полностью Напечатаны Стихи Бергольц Созданные Ею В тюрьме В 1990 В Москве Опубликован Сборник Прозы Дневные Звезды Говорит Ленинград В сборнике Этом Кроме Выступлений По радио Помещены Также Статьи О литературе И резкие Речи На писательских Собраниях В частности Та из них Против постановления В 1946 О том О которой говорится Примечание Настоящего Тома В журналах Нева И Звезда 1990 Года В домерах Пятых Опубликованы Отрывки Из Предвоенного И Частью Из Блокадного Дневника Ольги Бергольц Однако Как выяснилось Недавно Во время Блокады Ольга Федоровна Вела И Другой Дневник В нем Она Разоблачала Казенную Ложь О блокаде В том Числе И Собственную Вспомним Слова Анны Андреевны О двойственности Бергольц Эти Записи Ольга Федоровна Держала В тайне Железный Ящик Был Закопан О существовании Этого Дневника И о том Где он В сентябре 41 года Ольга Федоровна Особой Запиской Сообщила Сестре А записку Доставила Эвакуированная Из Ленинграда В Москву Анна Андреевна Ныне В 1991 Году Этот тайный Дневник Опубликован В четвертом Номере Альманаха Апрель Когда Немцы Были На подступах К Ленинграду И со дня На день Ожидалось Падение Города Анна Ахматова Выступила По радио Ее выступление Записала Ольга Бергольц После Кончины Ахматовой Бергольц Посвятил Ее памяти Четыре Сихотворения Ей Уже 11 марта 1966 Года После похорон Ахматовой Помещен В газете Литературная Россия Некролог Запись Продолжена В 1991 Минуя Дежурно-патриотические Стихи Я прочитала Ей вслух Три Взял Неласковую Угрюмую Я тайно И горько Ревную И Ответ Друзья Твердят Все средства Хороши Чтобы спасти От злобы И напасти Хоть часть Трагедии Хоть часть Души А кто Сказал Что я Делюсь На части Иногда Мне кажется Я сама Это написала Во втором Я тайно И горько Ревную Для меня Неотразима Строка Узнал бы Откуда Зовешь Хорошие стихи Сказала Анна Андреевна Особенно Первая Взял Неласковую Угрюмую Взял Неласковую Угрюмую С бредом Каторжным С темной Думою С незажившей Тоскою Вдовьей С непрошедшей Старой Любовью Не на радость Взял За себя Не по воле Взял А любя Оля Талантливая Говорит Анна Андреевна Умеет писать Коротко Умеет писать Правду Но увы Великолепно Умеет делиться На части И писать Ложь Я издавна Ставила На двух Лошадок Черненькая В Москве Беленькая В Ленинграде Анна Андреевна Имеет ввиду Двух поэтов Петровых И Бергольц Беленькая Беленькая Почитать 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 мне Стихи Самуэл Яковлевич Говорит о ней Как о замечательном Поэте Нет Она Отказывается Мария Сергеевна Петровых 1908-1979 Годы жизни Поэт Из ее Оригинальных Стихотворений При жизни Анны Андреевны Опубликована Лишь небольшая Часть Да и то лишь В периодических Изданиях Первый сборник Дальнее дерево Вышел только В 1968 году В Ереване Между тем Ахматова Мандельштам Пастернак Высоко ценили Поэзию Петровых Высоко ценят Ее многие Современные поэты И рядовые читатели Как о замечательном Поэте Впервые Услышала я О Петровых От Анны Андреевны Еще до войны В Ленинграде От Ахматовой Я узнала Что стихотворение Мандельштама Мастерица Виноватых взоров Обращено К Марии Сергеевне Стихотворение Петровых Назначимые Свидания На этом свете Ахматова Считала Одним из шедевров Русской лирики 20 века О поэзии Петровых Высоко Отозвалась Анна Андреевна И в беседе Со Струвы За год До своей смерти В июне 1965 года Петровых Мастер Художественного Перевода Из крупных Еврейских Поэтов Она переводила Галкина И Маркиша Переводила Она и Болгар И поэтов Югославии Но главным Образом Армян И поляков В ее переводах Выходили стихи Аванеса Туманяна Аветика Исаакяна Атанаса Далчева Болислава Лесьмяна Юлиана Тувима Владислава Броневского Ильдефонса Константы Галчинского И многих других Нередко Работала она И как редактор Чужих переводов Так под ее Редакцией В Ереване В 1977 году Вышла Армянская Классическая Лирика И при участии Карумян Книга Скорби Поэта-монаха Григора Нарикатце С 1959 По 1964 Год Петровых Вместе С Самойловым И Звягинцевой Руководила Семинаром Молодых Переводчиков Мария Сергеевна Познакомилась С Анной Андреевной В Ленинграде Осенью 1933 года Позднее В те годы Когда Анна Андреевна Стала Подолгу Гостить В Москве Останавливалась Она Если не на Ордынке У Ардовых То чаще всего На Беговой У Петровых Это был ее Второй Московский дом Анна Андреевна Показывала Марии Сергеевне Все свои стихи Переводы И пушкиновеческие Работы Прислушивалась К ее суждениям Суждением Поэта Мастера Знатока В 1960 году Ахматова Попросила Петровых Помочь ей Составить Сборник Своих Стихотворений Этот сборник Появился В Госслите В 1961 году В 1983 году В Москве Под редакцией Гленн и Головачевой И в предисловии Арсения Тарковского Вышел сборник Стихов Марии Петровых Предназначение В 1986 году В Ереване Черта горизонта Воспоминания О Петровых Ее стихи И переводы Кроме двух Прежних Составителей Дэч И Макарчан В 1991 С предисловием Гелескула Избранная Куда включен Кроме Оригинальных Стихов И переводов Отдел Из письменного Стола Кое-какие Заметки О себе О Пушкине Пастернаки В радости И в горе Нас четверо Начинается Измучивая Дыхание По-прежнему По-прежнему Выйдем Пока еще Слышим Пока еще Видим Тут бы могло Дальше двигаться Гладко Но нет Стих идет В высоту Дыхание Изнемогает Пока еще Дышим Голос Исчерпан Но нет На следующую Строку Нет духа Но по неволе Берешь Пока еще Дышим И я Сквозь Рыдание Трудно Дается Это И я Тебя Заклинаю Назначь Мне Свидание Секундовый Отдыха Но нет Тебя Заклинаю Назначь Мне Свидание Назначь Мне Свидание Хотя бы На мгновение После всего На этом Втором Назначь Просто Давишься Да Сказала Анна Андреевна Дыхание Обрывается Как раз После Строки Пока еще Дышим То есть Пока еще Живем Дыхание Жизнь В этом месте Голосу Трудно Не умереть Человек Задыхается Мечется Голова В пору За кислородом Посылать Марусине Словами Дыханием Написала О разлуке Жизни Смерти 13 января 57 Сегодня утром По настойчивому Требованию Анны Андреевны Ездила Ездила к ней Смотрела Перед сдачей Переводы Из Змая Для сборника Стихотворений Сербского Поэта Змая 1833 1904 Годы Жизни Выпущенного Гослит Издатом В 1958 Ахматова Ахматова Стихотворение Моё заглавие Немного Старинное Подходит К моим Стихам А это Телеграф Я сказала Пусть лучше Тогда Совсем Не выпускают Книгу И портрет Ужасный Гравюра На дереве Не удается Они дают Какую-то Фотографию Немыслимую Чужая Старуха Совсем Не я Ни одной черты Тогда уж Лучше Выбрать Что-нибудь Из ташкентских Или Совсем Без портрета Ведь бывают же Книги Без портретов 27 января 1957 Бешеная речь Анны Андреевны Против Старой Актрисы Заболоцкого Она вычитала В этом стихотворении Нечто такое Чего на мой взгляд Там и в помине нет Над кем он смеется Над старухой У которой Известь в мозгу Над болезнью Он убежден Что женщин Нельзя Подпускать К искусству Вот в чем Идея Да-да Там написано Черным По белому Что женщин Нельзя Подпускать К искусству Не спорьте И какие натяжки У 90-летней старухи Десятилетняя Племянница Когда поэт Высказывает Ложную мысль Он неизбежно Провирается В изображении быта Она не давала Отвечать Она была В бешенстве Другого слова Я не подберу Где там написано Что старухе 90 лет А девочке Десять Успела я только Спросить Ответом Был гневный Взгляд Придя домой Я перечитала Старую актрису Ничего не следует Что старухе 90 Очень может быть Ей 70 А девочке 13 И соль Рассуждения Заключена Здесь вовсе Не в женщинах За которых Так обиделся Анна Андреевна Женщин нельзя Мол подпускать К искусству А в том Что великий художник Не всегда бывает Образцом нравственности Женщина ли мужчина А вопрос стоит Старый Пушкинский Совместимы ли Гений и злодейство Талант и Скаридность Разве девочка Может понять До конца Почему Поражая нам Чувства Поднимает Над миром Такие сердца Неразумная Сила Искусства А на поверку Вышло Что старую Актрису Анна Андреевна Поняла Глубже Чем я И что Спорила я С ней напрасно Летом 1969 Года Борис Абрамович Слуцкий В переделкине За столом У Корни Ивановича Коснувшись В разговоре Мельком Старой актрисы Произнес Николай Алексеевич Полагал Что искусство Не бабье дело Меня признаться В стихах Заболуцкого Беспокоит Нечто другое Он конечно Поэт И конечно Поэт Замечательный Самобытность Его сказалась В столбцах Правда Самобытность Не очень Для меня Привлекательная Но это Не важно Потом Наступил Другой Период И многие Его стихи Созданы В так называемой Классической Традиции И вот тут Какой-то Червячок Меня гложет То флейты Слышатся То будто Фортепьяно Поступ Державина Голос Боротынского Интонация Тютчева И за всеми Этими чужими Голосами Где-то В самой Глуби Нота Олейникова Не самая Ли родная Ему Читаю Какое-нибудь Великолепнейшее Стихотворение Думаю А может быть Это пародия Настоящий Ли это Пафос Или ложный Вспоминая Например Сразу мне Запомнившиеся Его стихи Кирову Всерьез Или нарочно Но видел я Дальние Дали И слышал С друзьями Моими Как дети Детей Повторяли Его Незабвенное Имя И мир Исполинский Прекрасный Сиял Над могилой Безгласной В холодных Садах Ленинграда Забытая В траурном Марше Огромных Дубов Колоннада Стояла Как будто На страже Эта важность Огромных Дубов Эта Величава Стиха Она явилась Откуда-то Не из нашего Века А такие Например Стихи Могучий День Пришел Или Суровой Осени Печален Поздний Вид Или Так вот Она Гармония Природы Так вот Они Ночные Голоса Так вот О чем Шумят Во мраке Воды О чем Вздыхая Шепчутся Леса Кто Это Написал Ахматова Тоже Работает В классической Традиции Но Она Видоизменяет Продолжает Ее А у Заболуцкого Классический Стих Это Словно Слепок С Мертвой Руки А иногда Быть Может И Пародия Когда Я читаю Подобные Стихи Заболуцкого Мне порой Вспоминается Олейников В шутку И всерьез Объясняющийся В любви Идиоткой Была бы Та дама Которая Приняла бы Эти объяснения За настоящие Хотя И голос И слова И глаза Оставались Вполне Серьезными В самых В самых Великолепных Стихах Заболуцкий Умеет Быть Неискренним А то И попросту Лгать Я Вела Трудную Борьбу За Напечатание Поэмы Творцы Дорог И выиграла Ее И горжусь Этим Но ведь В поэме Ложь Я работала В отделе Поэзии Журнала Новый мир Когда Заболуцкий Недавно Вернувшийся Из лагеря Предложил В редакции Поэму Творцы Дорог Благодаря Поддержке Симонова Главного Редактора И вопреки Противодействию Кривицкого Комиссару При Симонове Поэму Удалось Напечатать Это Великолепные Стихи О Севере О героях Прокладывающих Дорогу В Арктике Все Очень величественно А о том Что герои Заключенные Что Изображен Рабский Труд Ни слова Замученным Русским Крестьянам Умирающим На Севере Лагерником Двум Несчастным Русским Старикам Заболоцкий Посвятил Другое Стихотворение Где-то В поле Возле Магадана Но уже Значительно Позднее Подлинная Сила Заболоцкого На мой взгляд Не в таких Строках Важных И пышных Откуда-то Из торжества Семнадцатого Века Не в таких Угрюмый Север Хмурился Ревниво Но с каждым Днем Все жарче И быстрей Навстречу Льдам Берингово Пролива Неслась Струя Тропических Морей Под непрерывный Грохот Аманала Весенними Лучами Озарен Уже Уже Летел Раскинув Апахала Огромный Как Ракета Махаон Не в таких Хотя я знаю Им цену И боролась За них Подлинность Заболоцкого Мне слышится Как раз В старой Актрисе И в Некрасивой Девочке В маленьком У моря В любимейших Моих Журавлях Подлинность Сердечность При той же Классичности И конечно В скворце Хотя тут Захлебывающийся От счастья Стих Безусловно Отдает Пастернакам И такой На полях Кавардак И такая Ручьев Околесится Что попробуй Покинув чердак Сломя голову В рощу Не бросится Начиная Сиренаду Скворец Сквозь литавры И бубны Истории Ты наш Первый Весенний Певец Из Березовой Консерватории Открывай Представление Свистун Запрокинься Головкой Розовой Разрывая Сияние Струн В самом Горле У рощи Березовой 7 января 57 года Когда я В своих Записях Перечисляла Наиболее Любимые Стихи Заболоцкого Мне не был Еще известен Не цикл Последняя Любовь Не стихотворение Где-то в поле Возле Магадана Сразу Сделавшееся Для меня Одним Из любимейших Привожу Начало Где-то Где-то В поле Возле Магадана Посреди Опасности И бед В испарениях Мерзлого Тумана Шли Они За Розовольнями Вслед От Солдат От Их Луженых Глоток От Бандитов Шайки Воровской Здесь Спасали Только Околодок До Наряды В Город За Мукой Вот Они И Шли В Своих Бушлатах Два Несчастных Русских Старика Вспоминая О родимых Хатах И Томясь О них Издалека Это Стихотворение Написанное В 1956 Году Опубликовано Было Только В 1962 И Не Целиком А С Исключением Одного Четверостишия 10 Февраля 57 Век Не Писала Много Было Работы 35 Листов Корректуры И Вантер Много Суеты И Бед Женю Исключили Из ВГИКа И еще Одно Событие Вовремя Не Записанное Меня Вызвали В ЗАГС И Выдали Справку О Митиной Смерти Вопреки Своему Первоначальному Намерению Я Решилась Предпринять Хлопоты О Реабилитации Бронштейна Потому что До получения Соответствующего Документа Нельзя было Не переиздать Не выручить Из спецфонда Его книги Не упоминать Его имя И ссылаться На его работы В научных И литературных Статьях Это по-видимому Один из первых Этапов Реабилитации И странное Дело Хотя Митю Убили Девятнадцать Лет Тому Назад Эта Жалкая Лживая Казенная Бумажонка Потрясла Меня Заново Магия Написанного Слова Что ли Поворачивающего Пласты Памяти Видны Вправду Между Помнить И Вспомнить Други Расстояние Как от Луги До Страны Атласных Баут Помнила Каждую Секунду Все Девятнадцать Лет И вдруг Вспомнила Стою Во дворе ЗАГСа Читаю Бумажонку И это Уже Не ЗАГС И не ЗАГСовский Двор А Очередь Перед Окошечком Тюрьмы На Шпалерной Не Память А Явь Не Девятнадцать Лет Назад А Сейчас Человек За Окошечком С Адутловатым Белым Лицом Ночного Палача Отвечает Мне Выбыл Вместо Расстрелян Согласно Инструкции Чтобы Бабьего Визга Поменьше Раньше Я Помнила А ЗАГС Заставил Меня Вспомнить Была Я У Анны Андреевны Там Нехорошо Нина Антонна В командировке Прежняя Домработница Ушла Целую Неделю Не Было Никого Теперь Приходит Какая-то Но Еще Не Понять Годится Ли Анна Андреевна К моей Великой Радости Продолжает Записывать Свои Старые Стихи Прочитала Одно Недавно Ею Найденное Двадцатых Годов Судьба Российского Поэта Я тогда Запомнила Только Эту Строку Впоследствии Припомнила Начальную Строчку Так Просто Можно Жизнь Покинуть Эту Непонятную Мне Впервые Стихотворение Так Просто Опубликовано Было Уже После Смерти Ахматовой В 1968 Году В третьем Номере Воронежского Журнала Подъем Долгие Годы Принято Было Считать Что Стихотворение Это Вызвано Самоубийством Есенина И К нему Обращены Строчки Но Не Дано Российскому Поэту Такую Светлой Смертью Умереть Ахматова Никогда Общего Убеждения Не Опровергала Между Тем Во Вступительной Статье Веленкина К Предполагаемому Новому Изданию Ахматовой В большой Серии Библиотеки Поэта В статье Любезно Предоставленной Мне Автором Еще До Ее Напечатания Высказывается Предположение О другом Адресате Гумилеве Напоминаю Что Сергей Есенин Покончил С собой В ночь С 27 На 28 Декабря 1925 Года Веленкин Пишет В государственной Публичной Библиотеке Хранится Рукопись Лукницкого Верного Друга И помощника Ахматовой Тех лет В которой В частности Говорится Что это стихотворение Без всякого Посвящения Было Прочитано Ею На вечере В Ленинградской Капелле 25 февраля 1925 Года А Ахматовский Автограф Его Подаренный Поэту Горнунгу Датирован 24 апреля 1925 Годом Так что Есть все Основания Видеть В посвящении Намеренной Вызванный Понятными Обстоятельствами Камуфляж Так просто Жизнь Покинуть Эту Бездумно И безбольно Догореть Но не дано Российскому Поэту Такую Светлой Смертью Умереть Всего Верней Свинец Душа Крылатой Небесной Откроет Рубежи Иль Хриплый Ужас Лапою Косматой Из сердца Как из губки Выжмет Жизнь Мне очень не понравилось А может быть я не совсем поняла Книжка ее выходит Портрет будет Работы Фаворского Сборник стихотворений Анны Ахматовой 1958 года Вышел без обоих предполагаемых портретов Работы Тышлера И работы Фаворского И вообще Безо всякого портрета Владимиром Андреевичем Фаворским 1886 1964 Годы жизни Сделана была попытка Создать гравюру на дереве Но мастер сам Счел ее неудачной Когда я помянула ЗАГС И полученную справку Анна Андреевна Попросила меня Рассказать все Во всех подробностях Знакомая мне Сосредоточенная И пытливая скорбь Легла на ее лицо Скорбное выражение Это у нее Вглядывание Вслушивание И жалость Слушает Скорбит Видит Жалеет Бровям печали Не поднять Ей даже воздух Тронуть больно Бровям печали Не поднять Строки Из моей поэмы Отрывки Я помню Как вы тогда пришли Сказала она А мы пили чай Двадцать лет назад Я рассказала ей то Что даже в дневнике Самой себе Мне было сразу Рассказать больно Теперь легче В почтовом ящике Маленькая голубая повестка Штамп ЗАГС Просят явиться Для получения документа Меня это поразило Какого документа Я никогда И ни в каком поводу Не была в ЗАГСе И тут я не сразу догадалась Что ЗАГС Собирается выдать мне справку О Митином конце И что этот обряд Входит в ритуал Реабилитации Ведь она посмертная Стало быть сначала надо Засвидетельствовать смерть Все правильно Двор неподалеку от нашего Первый этаж Сразу чуть переступаешь порог Охватывает тепло И уют Словно не в учреждение пришел А какому-то знакомому Домой на квартиру Ну скажем К самому управдому Круглый стол Покрытый бархатной скатертью С кисточками Вокруг стола В изобилии новые И вполне благопристойные стулья Это наверное для родственников Жениха и невесты И чуть поодаль от стола Во весь рост От пола до потолка Портрет Сталина Шаровары и кушак царя Нет, тут по-другому Не из пастернака, а из Мандельштама Тараканьи смеются усище И сияют его голенище Анна Андреевна И произносит все, что положено По общей программе Его никто не слышит Как вероятно Американцы Жудящие резинку Не чувствуют ее вкуса Но мне-то в голову стучало Каждое слово Это была беседа О производстве стекла Дуют, продувают Прокаливают Опускают в воду Щипцами вынимают из воды Вот под это описание Производственных процессов Мне и выдали документ О Митиной гибели Я предъявила девушке Свою повестку Но она сначала Занялась военным Который вошел Сразу следом за мной Он в Москве проездом Хотел бы расписаться Со своей невестой Запечатлеть, так сказать Этот момент В столице нашей родины И зашел предварительно справиться Допустимо ли Согласно закону Расписываться Не по основному месту Своего жительства Радио ответил ему Что-то насчет Какой-то стеклянной Изогнутой трубки А девушка разъяснила Что в советской стране Гражданам предоставлено Право регистрировать Свой брак в любом месте По собственному усмотрению Потом она вернулась ко мне Взяла у меня повестку И вынула из ящика Толстую канцелярскую книгу И бланк С черной кальмой Свидетельство о смерти Начала что-то Выписывать из книги На бланк Круглым крупным почерком Пока написала Я слушала про стекло И одновременно Ее разговор С татарином дворником По-видимому Он пришел заявить О скоропостижной смерти Какой-то Их общезнакомой Жилицы Этого дома Такие полненькие Такие себя Солидненькие Самостоятельные Говорила девушка Выводя аккуратные буквы И вдруг Я их днями На нашем дворе Видела Потом мне Тыча пером В какую-то графу В раскрытой книге Распишитесь В получении Гражданка Справку я решилась Прочитать Только во дворе Выйдя на мороз И оставшись одна Дата смерти 18 февраля 38 год Причина Прочеркнуто Место Прочеркнуто Следствие Кончилось Как раз В феврале Я это помню Помолчали Портрет Там очень Уместо Сказала Анна Андреевна Где же Выдавать Свидетельство Об убиенных Как не перед Лицом Убийцы Говорят Списки расстрелянных Он держал У себя в кабинете В каком-то Особом сундучке Но боже мой Как это можно Рассказав Народу То что Было Рассказано Оставлять В официальных Местах Его портреты Не постигаю 13 февраля 57 Была на днях У Анны Андреевны Недолго В самом конце Вечера Она показала мне Письмо Зильбертштейна Илья Самойлович Обращается к ней С просьбой Написать для Литературного Наследства Воспоминания О Маяковском Она Выдумается Мне И не прочь Но увы Ильей Самойловичем Совершена Грубая Тактическая Ошибка Он приложил К своему письму Отрывок Из воспоминаний Лилии Брик Та сообщает Что Маяковский Всегда любил Стихи Ахматовой И часто Цитировал их На этом бы и кончить Но к сожалению Далее у Брик Рассказывается Как он нарочно Для смеха Перевирал их Вряд ли Поэт Способен Безмятежно Слышать Свои стихи Искалеченными Мне кажется У Анны Андреевны Эти перевирания Вызвали физическую боль Во всяком случае Писать она Не станет 6 апреля 57 Вчера ненадолго Каня Древняя Она Осунувшаяся Желтая Выглядит Очень дурно Жалуется На отеки И слабость Уж и не надеялась Что приеду Усадив меня Сразу начала Рассказывать Мы так давно Не виделись Лева получил Комнату На средней Рогатке Шестой этаж Без лифта Она там Еще не была Вскору Можно будет Произвести Обмен На мои Расспросы О Леве О его Житие Бытье Она отвечала Как-то одна Сложно И бегла По-видимому Они Не срастаются Показала Новый членский Билет Союза писателей Опять фотография С вытаращенными Глазами Год Вступления 1940 Воротилась Я Из Союза Села Спокойно Обедать Телефонный Звонок Беру Трубку Товарищ Ахматова С вами Говорит Военный Прокурор Кончился Мой Обед Можете Либо К нам Прийти А какой Этаж Пятый Без лифта Это Мне Трудно Идите Потихоньку К Назначенному Часу Я пошла На каждой Ступеньке Думала О чем Будут Спрашивать Оказалось Дело Лившица Я Закрывала Дело Лившица Мне Предъявили 79 Фамилий Из них Я знала 35 Я сразу Предупредила Что ни об одном Из перечисленных Ничего Кроме хорошего Сказать Не могу Сноска То есть Давала Показания Которые Должны Были Подтвердить Общеизвестный Факт Что ни Лившиц Ни Люди Оговоренные Им Под пыткой Действительности Никаких Преступлений Не Совершали Это Была Формальность Считавшаяся Почему-то Необходимой Для Реабилитации Поэт Бенедикт Константинович Лившиц Был Расстрелян В 1938 году Под следствием В тюрьме Из-за побоев И нервного Потрясения Он лишился Рассудка И по требованию Следователей Оговорил Десятки Неповинных Среди них Были Например Поэт Заболоцкий И писательница Тагер Отбыв свой срок И вернувшись Тагер Рассказала Мне Что На очной Ставке С Бенедиктом Константиновичем Убедилась В его полной Невменяемости Бенедикт Константинович Лившиц 1886 1938 Годы жизни Поэт Мемуарист Переводчик Начал Печататься В 1910 Году Он Автор Стихотворных Сборников Флейта Марсия 1911 Волчье Солнце 1914 И Стопи Блад 1922 Сборника Переводов От романтиков До сюрреалистов 1934 И Другие В начале Пути Он находился Под сильным Влиянием Французских Проклятых Поэтов Бодлера Рэмбо Верляна И Других Переводил Их Подражал Им И собирал Их Книги Одно Время Был близок К символистам Но В историю Литературы Вошел Главным Образом Как поэт Футурист Как историк И теоретик Футуризма И как автор Мемуаров Полутора Глаза Стрелец Охватывающих Литературную Жизнь 1911 1914 Годов Полное Представление О творчестве Бенедикта Лившица Дает Вышедший Под этим Жезоглавием В 1989 Году В Ленинграде Сборник Составленный К столетию Со дня Рождения Поэта Вдовой Его Лившиц С Анной Андреевной Бенедикт Константинович Был знаком Издавна Встречались Они В частности В бородячей Собаке О Федине И Тихонове Говорить Вообще Отказалась Это было бы Бестакностью С моей стороны Они Избранники Народа Затем Она Андреевна Обрушилась На статью Огнева В октябре И есть За что Бедный Глухой Огнев Он умудрился В одном Обзаце Обругать Пастернака Свеча Горела На столе Ахматову Есть Три Эпохи Воспоминаний И Петровых Опустошительного Неверия В жизнь Силы Смелости Горечи И трагического Величия Огнев Не расслышал Трагизм Вообще Ненавистен Советской Критики В том Случае Если Трагическим Сознанием Наделен Современный Поэт Анна Андреевна Порылась В сумочке И дала мне Прочесть Чьи-то Безграмотные Стихи Анонимные Полученные Издательством И любезно Пересланные Ей В этих Самодельных Стишках Обругана Ее Элегия Их Собственно Следовало бы Послать Не мне А Огневу С надписью Все эти Разумные Добрые Вечные Ведь это Уже Прямой Результат Его статьи Не правда ли Но все это Пустяки Норма Не думайте Пожалуйста Что я огорчена Напротив У меня Большое Торжество Она Снова Порылась В сумочке Гардеревым Движением Протянула Мне конверт На конверте Штамп Союза Писателей Внутри Выписка Из протокола Ахматова Утверждена Одним Из членов комиссии По литературному Наследию Мандельштама Большая честь Сказала она Большая честь Для меня Помолчали Заговорили О пастернаке Анна Андреевна Очень стревожена Болезнью Бориса Леонидовича Звонила На днях Зинаиде Николаевне Подробно Ее расспрашивала Лежит В кремлевской больнице В отдельной палате Лежит На доске Плачет От боли Я спросила Пишет ли Она Я переделала конец Мне Маршак Сказал Что последние строки Не удались Я и сама это знала И сделала Теперь по-другому Макбет Пресна И прочла По-другому Не помню И не понимаю О каком стихотворении О каком конце Идет речь Самым интересным Для меня Оказалось Пожалуй Вчера Ее замечание О словах Дело в том Сказала она Возвращаясь К статье Огнева Что наши читатели И критики Сейчас по-особому Относятся К словам Из светского лексикона Некоторые слова На наших глазах Переходят В церковно-славянский И тогда уже Становятся Запретными Для светского Я убеждена Например Что мои стихи И время Прочь И пространство Прочь Никто не хочет Печатать Из-за слова Время Оно воспринимается Не как Философская категория А как Наше советское время И потому О нем нельзя Сказать Прочь Тоже и со словом Эпоха Тот, кто прислал Мне эти анонимные стишки Знает эпоху Только в одном смысле И потому Возмутился строкой Есть Три эпохи У воспоминаний Каких же могут быть Три Когда существует Только одна И при том Наша 13 апреля 57-го Вчера У Анны Андреевны Она прочитала Мне новые стихи Страшноватые А за нею Темнеет дорога По которой Ползла я В крови И последние Строки Я запомнила Так спаси Меня от гордыни В остальном Я сама Разберусь Ты напрасно Ты напрасно Мне под ноги Мечешь Стихотворение Напечатанное Впервые За границей В сборнике Памяти Анны Ахматовой Об этом стихотворении И о желании Автора Включить его В цикл Из сожженной Тетради Шиповник Цветет Смотрите Мои записки В третьем томе В настоящее время Оно печатается Во всех Сколько-нибудь Полных изданиях Ахматовой Дома Эпиграф Вижу я Лебедь тешится Моя Пушкин Ты напрасно Мне под ноги Мечешь И величие И славу И власть Знаешь сам Что не этим Излечишь Песнопение Светлую Страсть Разве Этим Развеешь Обиду Или золотом Лечит Тоску Может быть Я издамся Для виду Не притронусь Я Дулом К виску Смерть Стоит Все равно У порога Ты гони Ее Или зови А за Нею Темнеет Дорога По которой Ползла Я В крови А за Нею Десятилетия Скуки Страха И той Пустоты О которой Могла бы Пропеть Я Да боюсь Что расплачешься Ты Что ж Прощай Я живу Не в пустыне Ночь Со мной И всегдашняя Русь Так Спаси же Меня От гордыни В остальном Я сама Разберусь Анна Андреевна Рассказала С большим Огорчением Об Ольге Бергольц Та оказывается Погибает Пьет К ней Приставлена Сиделка Чтобы она Не могла Убегать Из дому И пить Где-то С шоферами Шатаясь По кабакам Но все равно Она и дома С утра до вечера Хлещет коньяк Голая Без рубахи В халате Накинутом На голое тело Бедная Оля Сказала Анна Андреевна Еще одна Гибель Еще одного Поэта Завтра Анна Андреевна Собирается В больницу К Борису 11 июня 57 Конспект Этих двух месяцев Вечная история Со мной Как раз тогда Когда случается Многое Достойной записи Тогда-то я И не пишу Времени нет На дневник А главное Слабенький Мой приемник Сразу портится Он не выносит Никакой множественности Никакого изобилия Ему подавай Что-нибудь Одно Иначе При многообразии Впечатлений Я слышу Вполуха Вижу Вполглаза Чувствую Водно Десятую Чувств А ведь От качества Приема И передача Зависит Живу я В спешке Галиматье Зарабатывание В многолюдстве И таким образом Перечисление Многих линий Рабочих Бытовых Человеческих Вот что Тема Статья Статья Литератур Все участки Доходит Жажда Ничего Ничего Не открывала Как мне Известно Теперь После Ознакомления С делом Бронштейна Матвея Петровича Номер П 22 962 Приговорен Он был К расстрелу 18 февраля 38 года В Ленинграде Выездной Сессии Военной Коллегии Верховного Суда Под председательством Ивана Осиповича Матулевича Матулевич Первый Заместитель Главы Военной Коллегии СССР Ульвиха Приговор Приведен В исполнении Через 15 минут В подвале Большого дома Никакой Отдельной Могилы У Матвея Петровича Разумеется Нет Но Как известно Теперь В те Месяцы Ешовщины О которых Речь Тысячи Трупов Расстрелянных Палачи Свозили На пустырь Неподалеку От Левашова В справке 57 года Ни о пытках Ни о следователях Ни о молниях Ни о носном суде Ни о могиле Ни звука Конкретности Из нее Вытравлены И все-таки Тогда Она потрясла Меня И моих Невольных подруг И вот мы читаем В официальном документе За отсутствием Состава преступления Значит Невиновность Невиновность Публично Признана А в 1990 Году Мне даже И вполне Легально Показали Дело Бронштейна Впрочем И в так называемом Деле Номер П 22 962 Который Меня Допустили Запечатлен Далеко не Весь путь Заключенного Со дня Ареста До минуты Расстрела Какие насилия Совершали Над ним В промежутках Между допросами И на самих Допросах Однако Некоторые Протоколы Фамилии Следователей Заступнические Письма Ученых И литераторов И расписка На бланке Неразборчивая Фамилия того Кто выстрел Ему в затылок Уцелели Дело Оперативной Разработки То есть Доносы На Матвей Петровича Поступившие В НКВД Еще до его Ареста Мне не показали Зато Имена И фамилии Полу-людей Истязавших Бронштейна К этому времени Были мне уже Известны Благодаря Историку Архивисту Юрасову Это Н.И. Готлиб Н.Н. Лупандин И Г.Г. Карпов Лупандин Палач С четырехклассным Образованием По-видимому Специалист По истреблению Ленинградской Интеллигенции Сыграл Зловещую роль В частности В делах Бориса Корнилова Бенедикта Лившица Николая Заболоцкого Дальнейшая Судьба Следователя Примечательна Готлиб В 1939 Расстрелян Расстрелян Лупандин Впоследствии Пенсионер Союзного Значения Точь В точь Как и Бывший Руководитель Советского Государства Никита Сергеевич Хрущев Карпов Встал Тут Перо Мое Слегка Запинается Председателем Совета По делам Русской Православной Церкви При Совете Министров СССР Фамилию Того Профессионала Который Привел Приговор Вынесенный Бронштейну В исполнение Мне Разглядеть Не Разрешили О научной Деятельности Бронштейна Смотрите Записки Первого Тома В отделе Но Крепки Тюремные Затворы В кабинете Когда Настала Моя Очередь Еще Колебалась В графине Вода Майор Предложил Мне Сесть Вручил Справку Я тут же Прочитала Ее И тут же Заплакала Майор Мужественно Преодолевая Собственную Скорбь Выразил Мне Своё Соболезнование Налилась Графина Воды Я пила Продолжая Плакать Приговор Отменен За отсутствием Состава Преступления Разве Я и раньше Не знала Что Митя Не совершал Никаких Преступлений Что Напротив Останься Он жив Он сделался Б одной Из слав Нашего Отечества Что Они Застрелили Человека Могучих Духовных Сил Замечательного Ума И Таланта И Зареветь Перед этим Учтивым Майором Винтиком Палаческого Механизма Жандарм И цвет Учтивости Писал Когда-то Герцен Выражающим Своё Соболезнов Нежонам Посмертно Реабилитированных Еженедельно Каждый Вторник И каждый Четверг С двенадцати До четырех Позор И я Ещё Смело Недавно Осуждать Женщин Которые Плакали В союзе Писателей Слушая Письмо Хрущёва Всё-таки Плакали Они Не перед Прокурором Только Мои встречи С Анной Андреевной У меня Охватило Ума и сил Описывать Сразу Но И эти Записи Сделаны Мною Не на Достаточно Высоте Или Точнее Глубине Я писала Наспех В маленьком Блокнотике Лёжа В кровати Перед сном И даже Сидя В коридоре Литературного Института На подоконнике В ожидании Злобина А теперь Переписываю Сюда За всё пропущенное То есть Недневниковое Время Я видела Анну Андреевну Дважды И потом Провожала её На вокзал 11 мая Она позвонила мне Что хочет прийти Иными словами Чтобы я её К себе Привезла Я привезла У меня для неё Был приготовлен Сюрприз Я положила На стол Большую пачку Листков Из Гумилёвского Архива Эту пачку Давным-давно Ещё в Ленинграде До войны Она дала мне На сохранение Я не поглядела Тогда Что это Она сказала Кусок Из трудов И дней У себя Держать Этот пакет Я в те времена И думать Не смела Это было Как раз Накануне Моего второго Бегства Из Ленинграда 10 мая 1941 года Я передала Пакет друзьям И о чудо Он пережил Ежовщину Войну Голод Блокаду И недавно Вернулся Ко мне В полной Сохранности И вот Он лежит Перед Анной Андреевной На моём Круглом столе И она Перелистывает Страницы Прямым Маленьким Мизинцем За два Десятилетия Она ни разу Меня об этих Листках не спрашивала Наверное Позабыла Кому отдала Его В очередном Приступе Страха И теперь К моему удивлению Разглядывала Бумаги Безо всякого Удивления Как будто Они не на голову Ей свалились Поведала Мне Дурную Новость Слухи О том Что Однотомник Цветаевой Намеченный К изданию Отменён Вот и не надо было Печатать Марининой Стихи В неосторожном Альманахе С неосторожным Предисловием Ворчливо Сказала Она Знаю Помню Вы защищали Стихи И предисловия Поступок Доблестный И вполне Бесполезный Мнение Ваше Или мое Или Эренбурга Кому Оно Интересно А не выскочи Литературная Москва Преждевременно С двумя Тремя Стихотворениями Марины Читатель Получил бы Целый Литературной Москве Во втором сборнике Были напечатаны Стихи Марины Цветаевой С предисловием Ильи Иренбурга Еремин В своей статье Против литературной Москвы Трактовал Цветаеву Хоть и отрицательно Однако Не без уважения Статья его Несправедливая И невежественная Была в то время Среди разгромных Статьей Вполне заурядной Выступление же Некоего Рябова Крокодил 1957 год Номер пятый В смысле Грубости и неприличия Выходила из ряда вон Заметка его Называлась Про Смертяжкиных Он издевался Над поэзией Цветаевой Издевался И над ее смертью И над Иренбургом Который говорил О поэзии Судьбе И гибели Марина Цветаевой По мнению Рябова Излишне Трагическим Тоном На пленуме Я отвечала Обоим И Еремину И Рябову Об издательской Заметке В Крокодиле Я помнится Сказала Поэзии Марины Цветаевой Принадлежит Будущее Что же касается Рябова То если он И войдет В память Потомков То лишь Как один Из хулителей Великого поэта Где-нибудь На задворках Мелким Шрифтом В примечаниях К полному собранию Сочинений Марины Цветаевой Будет упомянута Его нынешняя Постыдная Статья Написана В 1978 Году В сборнике Слушая Время Куда вошли Дневники И записные Книжки Казакевича А также Его письма Советский писатель Москва 1990 Год Опубликован Черновик письма В редакцию Журнала Крокодил Вот чем Кончается Его письмо К Рябову Итак Никакого Ладана Плача И стона Ни крокодильих Слез На берегах Москвы Реки Нет На берегах Этой знаменитой Реки Идет плодотворная Созидательная Работа По углублению И расширению Советской Культуры В том числе Живая Большая Работа По воскрешению Из мертвых Того Что не заслуживает Смерти Вопреки Противодействию Всякого рода Смердяковых Запись продолжена В 1991 Году Я с упреком Анны Андреевны Не согласилась Нет Сейчас Ни у одного Самого проницательного Человека Никакого способа Понять Что преждевременно А что в самый раз Не выскочит Литературная Москва Со стихами Цветаевой Где гарантия Что мы получили бы Целый том А благодаря Литературной Москве Голос Марины Ивановны Столько десятилетий Беззвучной В России Все-таки Прозвучал Анна Андреевна Долго рылась В сумке Наконец Нашла И протянула Мне Какие-то Листки Читайте Читаю Определение Сущности Поэзии Ахматовой Новое Неожиданное Написанное Точно Как-то Восхитительно Благоуханно Так написано Что мне захотелось Сразу запомнить Его наизусть И никогда Не расставаться С ним Да где мне С моей бедной Засоренной головой Я не запомнила Ни слова Одно Лишь Благоухание Угадали Спросила Анна Андреевна Проза Поэта Спросила я В ответ Да Это Осип Надя Нашла Перебирая Бумаги В прочитанном Мною Листке О поэзии Ахматовой Говорится Необычайно Высоко В печати В 1923 В 1923 В 1923 В 1923 В 1923 Осип Дважды Меня Обругал Сказала Анна Андреевна Столбник Паркета И еще Как-то Подумайте Если бы Эти листочки Не нашлись Было бы Известно Об отношении Мандельштама К поэзии Ахматовой Только то Напечатанное Оно И вошло бы В учебники Только оно Этот случай Навел меня На грустные Размышления Об истории Литературы Вообще Какова же Степень Нашей Осведомленности Об отношении Друг к другу Литераторов 19 века Выходит Все зависит От случая Не найди Надя Случайно Эти листочки И не только Другие люди Я сама Не узнала бы Никогда Как относился К моей поэзии Осип Услышанная Мною Проза поэта Это отрывок Из ненапечатанной При жизни Мандельштама Статьи О современной Поэзии В которой он Говорит О Валерии Брюсове Вячеславе Иванове Кузьмине И об Анне Ахматовой В сочетании Тончайшего Психологизма Школа Анинского С песенным Ладом Поражает В стихах Ахматовой Наш слух Привыкший С понятием Песни Связывать Некоторую Душевную Элементарность Если не Бедность Психологический Узор В Ахматовской Песне Так же Естественен Как прожилки Кленового Листа А в Библии Красный Кленовый Лист Заложен На песне Песни Однако Стихи Альманаха Мало Характерны Для Новой Ахматовой В них Еще много Острот И эпиграм Между тем Для Ахматовой Настала Иная Пора В последних Стихах Ахматовой Произошел Перелом Гееротической Важности Религиозной Простоте И торжественности Я бы сказал После Женщины Пришел Черед Жены Помните Смиренная Одетая У Бога Но Видом Величавая Жена Голос Отречений Крепнет Все более И более В стихах Ахматовой И в настоящее Время Ее поэзия Близится К тому Чтобы стать Одним Из Символов Величия России В нашей Стране Статья Мандельштама Включающая В себя Приведенную Выше Характеристику Ахматовой Начиная С 80-х Годов Перепечатывалась Не раз У Осипа Четыре Стихотворения Мне Посвященные Продолжает Анна Андреевна Федра Это Ласточка И Дочка Непонятная Правда А это Мы Просто Топили Печь Твое Чудесное Произношение И Твоих Кассандра Губ Там Еще Четыре Страфы Смотри Газету Воля Народа И Четыре Эпиграммы Черты Лица Искажены Какой-то Старческой Улыбкой Уже Ли И Гитане Гибкой Все Муки Данта Суждены Это Я на Вокзале Говорила По телефону А он Смотрел Еще Привыкают К пчеловоду Пчелы Такова Пчелиная Порота Только Я Ахматовой Уколы 23 Уже Считаю Года И Еще Вы Вестила В тот День Или В другой Не Помню Бориса Леонидовича В больнице Ему Лучше Только Сильно Болит Колено Он Подарил Е Семь Или Восемь Стихотворений Четыре Великолепные А остальные Полный Смрад Прочитала Прочитала В слух Два Потом Дала Читать Мне Четыре Стихотворения Действительно Великолепны В больнице Ненастье Летчик Когда Разгуляется Про Летчика Анна Андреевна Сказала Чуть-чуть Растянуто Про Больницу Это Стихотворение Мне Особенно Дорого Потому Что Когда Я Навещала Бориса В первый Раз Он Мне Все Это Рассказал Прозой А вот Теперь Стихи Я не Запомнила Какие Из семи Или восьми Стихотворений Пастернака Полученных Анной Андреевной В подарок Вызвали Ее суровый Отзыв Но Помню Твердо Она Всегда Неистово Бронила Вакханалию Посмеивалась Над Евой И С иронией Отзывалась О стихах Быть Знаменитым Некрасиво Я Ушла Потрясенная Больницей Это один из шедевров Пастернака Хотя Летчик Тоже Очень Хорош Но Больница В первой половине Все движется Покоряясь магией Первых строк Каждого Четверостишая Стояли Как перед витриной И Скорая Помощь Минуя Милиция Улица Лица А под конец Это рождение Бога Из запросного Листка Из анкеты Из больничного Быта Из шума Дождя Это чувство Присутствия Бога И смерти Нет Хатевелик Мандельштам А такого Чудотворства Я у него Не припомню Разве что Научи меня Ласточка Хилая Разучившаяся Летать Как мне С этой Воздушной Могилы Без руля И крыла Совладать Из-за Лермонтова Михаила Я отдам Тебе Строгий Отчет Как Сутулова Учит Могила И воздушная Яма Влечет Мандельштам Творил Из благородного Металла Пастернак Подобно Ахматовой Созидает Чудеса Из ссора Это Мне Ближе Покачивалась Фельдшерица Со склянкой На шатыря Шел Дождь И в приемном Покое Уныло Шумел Водосток Теперь Я понимаю Что Приведенное Здесь Мое Суждение О Мандельштам Неверно И может Относиться Не ко Всем его Стихам А разве Только Камню 14 Сентября 57 Приехала Анна Андреевна Позвонила Я у нее была Целая Россыпь Стихов Прозы Критики Даже Одна Эпиграмма Посвежевшая Загорелая Лето На воздухе Пошло ей Впрок Сначала Анна Андреевна Прочитала мне Несколько Стихотворений Явно Обращенных К тому Приезжавшему Из Сожженной Тетради Но Какие Именно Стихи Были Прочитаны В этот День Не Отмечено Мной Потом Еще Одно Которое Я запомнила Сразу От первой Строки До последней Забудут Вот Чем Удивили Меня Забывали Сто раз Сто раз Я лежала В могиле Где Может быть Я И сейчас А муза И глохла И слепла В земле Истревала Зерном Что После Как феникс Из пепла В эфире Восстать Голубом И Наконец Эпиграмму Могла Ли Бичи Словно Дант Творить Или Лаура Жар Любви Восславить Я Научила Женщин Говорить Но Боже Как Их Замолчать Составить В самом деле Как Прочитала Она Мне И главу Из Воспоминаний О Мандельштаме Времени У меня Осталось Так Мало Сказала Она Но Теперь Мне Следует Писать Только То Чего Кроме Меня Никто Не Напишет Затем Полились Блистательные Устные Речи С Возмущением И Брезгливостью Говорила Анна Андреевна О Статьях Серебровской И Коваленкова В этой симметрии Что-то кроется Анна Андреевна Имела ввиду Две статьи Появившиеся Почти одновременно Статью Серебровской Против Нигилизма И Всеядности Напечатанную В Ленинграде В журнале Звезда 1957 Год Номер Шестой И Статью Коваленкова Письмо Старому Другу Напечатанную В Москве В журнале Знамя 1957 Год Номер Седьмой И В той И В другой Оба критика Великодушно Прощали Ахматовой Акмеистические Грехи Ее Молодости За патриотизм Проявленный Во время Войны И В той И В другой Статье Ахматову Противопоставляли Значительнейшим Из Поэтов Ее Современников В одном Случае Марине Цветаевой В другом Осипу Мандельштаму Потом Анна Андреевна Сказала На днях Вбегает Ко мне Анечка Акума Мы проходим Враждебные Группировки Там Ты И Гумилев Помолчав Анна Андреевна Продолжала Величественно Позорный Столб Я нахожу Без меня Как-то не имеет Вида Не замечаете Лидия Корнеевна Но Сказать По правде Я сразу Представила Себе Позорный Столб Как Нечто Праздничное Прекрасное Звонил Мне Один Болгарин Хотели Меня Навести Чехи Но У нас В коридоре Отстали От стены И Начали Жить Самостоятельной Жизнью Обои Никого Нельзя Принять Впрочем Я все равно Никого Не приняла Бы Передаю Два Крылатых Изречения Зинаиды Николаевны Одно Брошенной Женой Пастернак Я не буду Я буду Только его Вдовой Другое Бориса Леонидовича Больше нет Существует Одна Только Ольга Всеволодовна Боюсь Тут Зина Права Эта Баба Его Слопала Проглотила Живьем Анна Андреевна Произнесла Последние Слова Не столько Зло Сколько Задумчиво Как будто Раздумывая В самом ли деле Утонул Борис Леонидович Или еще Есть надежда Что он Когда-нибудь Выплывет Воспользовавшись Наступившей Паузой Я рассказала Ей С таким Большим Опозданием О Митиной Реабилитации И о своих Непристойных Слезах В прокуратуре Не мучайте Себя Сказала мне Анна Андреевна Участливым Голосом Я помню Вас Тогда Тогда Вы не Плакали Ни один Человек Не знает В какую Минуту его Настигнут Слезы Словно Грех Отпустило Мне И тогда Я много Плакала Сказала Я Но не Перед ними Тут Раздался Стук В дверь Ардов Пришел Звать Нас Чай Пить В столовой Я имела Сомнительное Удовольствие Познакомиться С Ольвом Никулиным Он Рассказывал О Париже О Юрии Аненкове О Льве Любимове Который По его Словам При немцах Издавал Гестаповскую Газету Анна Андреевна Весьма Светски Поддерживала Беседу Но вдруг Посреди Неоконченной Фразы Поднялась И не дав Мне даже Допить чашку Повелительно Увела Обратно К себе Идемте Договаривать О чем Бы Это Оказывается О Заболоцком О котором Мы И не Начинали Обсудить Его Сборник А дело Было В том Что Анне Андреевне Не хотелось Продолжать Разговор О Любимове Основная Работа Любимова Сообщает Краткая Литературная Энциклопедия Книга Воспоминаний На чужбине Отдельное Издание Этой Книги Вышло В 1963 Году Но В 1957 Незадолго До нашего Разговора Воспоминания Появились В Новом Мире Во втором Третьем Четвертом Номерах Краткая Литературная Энциклопедия Находит Что Лев Дмитриевич Любимов 1902 1976 Годы Жизни Раскаившийся Иммигрант Покинувший Россию В 1919 Году И Возвратившийся В 1948 Автор Искусствоведческих Работ У Бармитажа Русском музее И русской Иконописи Ярко Отразил В своих Воспоминаниях Судьбу Русской Миграции Ее Расслоение И разложение Анна Андреевна Как и я Прочла В новом Мире Мемуары Любимова И ощутила В них Нечто Мутное Уклончивое Недостоверное К тому же От лиц Чьих имен Она Не называла Мне От людей Вернувшихся Вместе с Любимовым В Россию В 1948 До нее Доходили слухи Что сначала Любимов Был Сотрудником Французских Газет И русской Иммигрантской Газеты Возрождения Потом Во время Немецкой Оккупации Сотрудничал Во французской Прогитлеровской Газете Издававшейся Немцами А когда Немцев Из Франции Выгнали Вступил в Союз Советских Граждан И сделался Сотрудником Газеты Советский Патриот О собственном Разложении Он умолчал Балансирует Как на канате Сказала Анна Андреевна Когда мы Вошли В ее комнату Что мы знаем Об эмиграции Не нашего Ума Это дело Сборник Заболоцкого О котором мы Якобы Ушли Договаривать Николай Заболоцкий Стихотворение Москва 1957 Год Прочли Но говорите Что вы думаете Об этой книге Я перечислила Стихи Которые Мне Полюбились Уступи Мне Скворец Уголок Журавли Чертополох Некрасивая Девочка Лебедь В зоопарке Старая Актриса В кино У моря На рейде Гроза В общем Многое Ваш список Насколько я могу Припомнить Верен Сказала Анна Андреевна С некоторой Небрежностью Кроме Старой Актрисы И некрасивой Девочки Но я спрашиваю вас Не о стихах А о книге О книге Я сказала Что в ней Слышатся То Ломоносов То Державин То Олеников То Пастернак То Некрасов И кое-что Холодно Да ведь Это страшная Книга Бурно Заговорила Анна Андреевна Просто страшная В ней встречаются Хорошие стихи Это правда Но нет лица Поэта Нет лирического Героя Нет эпохи Нет времени Грузия Вся насквозь Переводная Правильно Говорит Маршак Что поэзь Заболоцкого Выросла На обломках Русской классики И как хотите Лидия Корниевна А строка Животное полное грез Это в своем роде Мое фамилие Закончив с Заболоцким Анна Андреевна Показала мне Толстенную книгу Какой-то болгарской Поэтессы Ахматовой Предстоит очередная Переводческая деятельность Багряна Подражает Ахматовой А теперь Ахматова Будет переводить Багряну Сказала она В этом есть Нечто ужасное Противоестественное Туда и обратно Так и эдак Перекраивается Живая ткань Остров доктора Муро Вы читали? Остров доктора Муро Фантастический роман Герберта Уэллса О враче-физиологе Который разными способами Не исключая и Вивисекции Пытался перекраивать Живых зверей Елизавета Багряна 1893-1991 годы жизни Болгарская поэтесса Начиная с 1927 года Ею опубликовано Несколько сборников Лирических стихотворений Поэзия ее Как и указано В краткой литературной Энциклопедии Посвящена темам любви Больших человеческих чувств Ахматова перевела Одиннадцать стихотворений Багряны Печатавшихся предварительно В журналах А затем в сборнике Елизавета Багряна Сердце человеческое Москва гослит издат 1959 год Струва в своих воспоминаниях Сообщает Ахматова жаловалась Что ей приходится переводить Поэтесс Которые Ей же подражали Омерзительнейшая Работа Потом Анна Андреевна Очень возмущалась Каким-то очередным очерком Льва Успенского В «Звезде» О Старом Петербурге Вот уж я не ожидала Услышать это имя Из ее уст Пишет, будто в Старом Петербурге На лестницах пахло кофе Что за вздор На черных лестницах Пахло кошками А на парадных Духами дам И сигарами мужчин Если бы там пахло кофе Хозяева уволили бы швейцара Затем он сообщает Что по вечерам Лица женщин Под черными Или зелеными вуалями Казались Исполненными тайны По вечерам Под вуалями Выходили Одни проститутки В 1989 году В библиотеке Огонька Вышли страницы Прозы Анны Ахматовой Там помещен отрывок Из ее записей Дальше о городе Три замечания В котором она Возмущается Воспоминаниями Льва Успенского И пишет О быте Старого Петербурга О черных И парадных Лестницах Кофе И сигарах Почти теми же словами Какими Опровергала Эти мемуары В разговоре со мной Как странно Что уже через 40 лет Можно выдумывать Такой вздор Что же будет Через 100 Пишет она О мемуарах Успенского Лев Васильевич Успенский 1900-1978 Годы жизни Романист Мемуарист Очеркист Лингвист Автор нескольких Книг для детей Наиболее известны 12 подвигов Геракла 1938 И слово О словах 1954 Говоря о воспоминаниях Лева Успенского Анна Древна Имеет в виду Очерк Из записок Старого Ленинградца Но вполне Учтиво Прервав ее речь Я рассказала ей Кто таков Есть Лев Успенский Рассказала О другом Его произведении Куда более Интересном Чем Мемуары Вот смысл Моего повествования Осенью 1937 Года Редакция Вошедшего Историю Литературы Как Ленинградская Редакция Руководимая Маршаком Была Ошельмована Обвинена Во вредительстве И разогнана Писатели Вовлеченные В работу Над книгами Для детей Вредительской Группой Маршака Погибли И ранее 1937 И позднее Так например Раиса Родионовна Васильева Была арестована Сразу после Убийства Кирова В 1935 И расстреляна В лагере В 1938 А Даниил Хармс Арестован И погиб В заключении В 1942 Во время Блокады Но основной Погром Производился Осенью 1937 Аресты Следствия Казни И публичное Шельмование На собраниях И в прессе К октябрю 1937 Года Были уже Арестованы Убиты Или ожидали Гибели В тюрьмах И лагерях Многие Из окружавших Редакцию Литераторов Заболоцкий Белых Безбородов Бранштейн Теки Одолок Спиридонов Константинов Боголюбов Арестованы Были и работники Книжной Редакции Любарская Габбе Шавров Майслер И главный Редактор Журналов Ёж и Чиж Поэт Олейников Со дня На день Ожидался Рез головы Вредительской Группы Маршака О том Почему не арестованы А всего лишь Уволены Двое Из редакторов Задунайская И Чуковская Открыто Спрашивали На писательских И внутрииздательских Собраниях Провокаторы И стукачи Именно этот момент Избрал писатель Успенский Дабы разъяснить Окружающим Что ныне Разоблаченные Враги народа Были в действительности Не только врагами Но и бездарными Невеждами Втиравшими Очки Наивным людям 4 октября 1937 года В издательстве Вышел специальный Номер Стеной Газеты За детскую Книгу Весь посвященный Многолетнему Вредительству Маршаковской Группы Организовал Составил И выпустил Этот номер Мишкевич В этом номере Среди статей Повысить Инвестиционную Бдительность Добить Врага И еще Нескольких В том же Роде Среди статей Принадлежавших Перьям Тех Кто по распоряжению Сверху Организовал Погром Была помещена Статья Человека Далекого От нашей Редакции Литератора Лишь изредка Печатавшегося В журнале Костер Льва Успенского Статья Под более Чем скромным Заглавием Несколько слов О теории Литературы Статьи Добить Врага И им Подобные Изобиловали Общепринятые В 37 38 Годах Терминологии В течение Долгого Периода В издательстве Орудовала Контрреволюционная Вредительская Шайка Врагов Народа Габы Любарская Шавров Боголюбов Олейников И другие Детская Литература Фактически Была дана На откуп Группе Антисоветских Морально Разложившихся Людей Диверсионная Группа Редакторов Ленинградского Отделения В течение Многих лет В издательстве Орудовала Группа Врагов Народа Ныне Разоблаченных Органами НКВД Враг Народа Олейников Открыто На глазах У всех Разваливал Сверчок Сигналы О вредительстве Олейникова Были Но к ним Никто Не прислушивался Разве Мало Сигналов Было О деятельности Габы Любарской Чуковской Боголюбова Сигналы Были Когда Стало Известно О переписке Редакторов Страцкисткой Васильевой Известно Было О бытовом И моральном Разложении Любарской Ее связи С проходимцем Безбородовым И особом Покровительстве Со стороны Шпиона Файнберга Чуковская Протаскивал Контроляционные Высказывания В однотомнике Маяковского Писательские Кадры Были засорены Врагами Народа Шпион Спиридонов Патулов Белых Бронштейн Безбородов Колбасев Васильева Вот далеко Не полный Список Врагов Которые Объединились Вокруг Габы Любарско Чуковской Сейчас Враги Разоблачены Надо Со всерешительностью И беспощадностью Добить Врагов И до конца Выкорчевать Вражеские Корешки Из издательства Свою статью Несколько слов О теории литературы Лев Успенский Только начал Канонически На манер Соседних Много лет В лент Детой издатии Действовала Группа Вредителей Из месяца В месяц Из года В год Эти люди Разваливали Работу Издательства Далее же Он высказывал Мысли Более Своеобразные И самостоятельные Корешки Он взялся Выкорчевывать По-своему Он разоблачал Нас И наших Товарищей Не как Шпионов Это сделали Бо без него А как Не вешт Редакция Маршака Славилась Своей Высокой Литературной Квалификацией Этот миф И подрядился Уничтожить Лев Успенский Издевательски Искажая И перевирая Суждения Редакторов Тупогрома Срочно Захотелось Заявить Во всеуслышание Высокой Квалификации Упомянутой Выше Группы Была чистым Вымыслом Блефом И уткой Не стоит Упоминать Что ее Редакцию В огромном Большинстве Составляли люди Весьма Невысокого Культурного Уровня Узнав Что в коридоре Издательства Висит особый Номер газеты Посвященные Нам Я пошла Прочитать Его Лифтерша Отказалась Поднять Меня В лифте Ни один Человек В издательстве Где я Работала Около Одиннадцати Лет Со мной Не поздоровался Не успел Я прочитать Газету До середины Как ко мне Подошел Пожарный Сказал Директор Велел Чтобы вы Немедленно Покинули Помещение Я покинула Не дочитав Но Одна Машинистка Проработавшая С нами Одиннадцать Лет И любившая Нас Ночью Тайком Перепечатала Эту стеную Газету Всю статью За статьей И подарила Мне текст И как раз Незадолго До нашего С Анной Андреевной Разговора Старая папка Попалась мне На глаза Я рискнула Перечитать Статьи Тридцать Седьмого И когда Анна Андреевна В разговоре Упомянула Имя Льва Успенского Я оказалась В состоянии Передать ей Стиль И смысл Тогдашних Стенных Шедевров С полной Точностью И опять Рассказывая Я почувствовала В горле Неуместные Слезы Что было То прошло И бельем Поросло Нет Не поросло Нет Кровавые слова Они хуже Кровавых Рубцов На живом Теле Они Не зарастают Это Маршака Вас И Тамару Григорьевну Он считал Людьми Невысокого Культурного Уровня Перебила Меня Анна Андреевна Я кивнула А я вам О каких-то Его мемуарах Докладываю Сказала Анна Андреевна Когда я Окончила Свой рассказ И кто-то И он Сам Воображает Что он Писатель Русский Писатель Мудрено И мудренее Всего Для меня Вы Лидия Корнеевна Как-то Вы нашли В себе Силы Перечесть Эту папку Я бы Замуровала Ее От самой Себя Навеки Помню В Ленинграде Когда мы Только познакомились С вами Вы пытались Мне что-то Рассказывать О судьбе Вашей редакции Но все Было Такое Ужасное Что я Не могла Слушать Как-то Я нашла В себе Силы Перечитать Я Ответила Ей Ее же Стихами Нет Это Не я Это Кто-то Другой Страдает Я бы Так Не могла Спасибо Что предупредили Сказала Анна Андреевна А то Мне хотели Представить Успенского Прекрасно Вы мне Его уже Представили Затем Она порывисто Поднялась И снова Повела меня В столовую Допивать Чай Там Было Уже Пусто Не помню В какой связи Вспомнила Анна Андреевна День взятия Зимнего Впервые В жизни Я видела Тогда Разведенный Мост Днем Грузовики Трамваи Люди Все повисло Над внезапно Разверзшейся Бездной Я туда Заглянула Под мостом Шли миноноски В толпе Говорили Балтийцы Идут на помощь Большевикам А потом Снова Мост Замкнули Валил Первый Мокрый Снег Провожая Меня Впереднюю Она Опять Заговорила Об Успенском Берегите Эти Статьи Современники Потомки Должны Знать Твердо Ху Из Ху В Тридцать седьмом Году Был Людем Великий Экзамен Помните Что писал Ваш Герцен Не только Не нашли Слова Защиты Но даже Не нашли Молчания При кровавых Расправах Слово Защиты Было Невозможно А промолчать То ведь Можно Было 22 Сентября 57 Тревожные Вести О Борисе Леонидовиче Я была Третьего дня У Анны Андреевны Она сказала Мне Что те Итальянские Коммунисты Которым Пастернак Передал Свой роман Вышли Из Коммунистической Партии Носят Их Сюда Черти И теперь Наше Начальство Требует От него Чуть ли Не под Угрозой Исключения Союза Чтобы он Взял Свой роман Обратно Он Испуган И растерян В Италию Написал Она Древно Прочитала Мне свои Переводы Из Перец Маркиша Два Сихотворения Истинно Великолепны И такого Поэта Убили Переводы Анны Ахматовой Печатали Сборники Перец Маркиш Избранная Стихотворения И поэмы Москва Советский писатель 1957 год В томе Первом Его Избранных Произведений В двух Томах Москва Гослит Издат 1960 А до Этих Двух Изданий В 1956 Году В журналах И газетах В Дружбе Народов Номер Десятый В Новом Мире Номер Десятый В Огоньке Номер Сорок Восьмой И в литературной Газете От 19 Июля Перец Давидович Маркиш 1895 195 195 Годы Жизни Еврейский Писатель Лирический Поэт Драматург Романист Автор Монографии О Михоэлсе В 1952 В разгар Очередной Организованной Сталином Антисемитской Компании Маркиш Был Расстрелян Тогда же Когда Фефер Лев Ковитко И Бергельсон А после 20 Съезда Реабилитирован Потом Она достала Из сумочки Письмо Читателя Страдальческое И Понимающее С уверенностью Не скажешь Но Кажется Это письмо Отсыльного Писем Я писать Не умею Пошлю Ему Телеграмму Отрадно Слышать Голос Друга Чудесное Слово Отрада И Почему-то Оно Исчезает Из языка А в ее Стихах И в ее Устной Речи Оно Живет Полной И Естественной Жизнью Так Отчего Такая Отрада Эти Вишневые Видеть Уста Пленник Чужой Мне Чужого Не Надо О Я Знаю Его Отрада Напряженно И Страстно Знать Гость Но Не Забуду Я Никогда Та Часа Смерти Как Был Отраден Мне Звук Воды В тени Древесной Луна В зените По дороге Домой Я Размышляла О том В самом Ли Деле Она Не Умеет Писать Письма Я Не Получила Ни Одного Судить Не Берусь У Меня Хранится Только Записочка Из Больницы И Телеграмма Думаю У нее Просто и Потребности Нет Писать Письма Свои Мысли И Чувства Обращенные К Людям Она Преображает Высшую Форму Общения В Как дел Обыкновенно Я И Всегда Раскаиваюсь Если Можешь Превращать Лично Пережитое В нечто Обязательное Для всех В стихи Да еще В тончайшие Лаконические Кроме того Анна Андреевна Находит Точные Равные По лаконизму Стихам Словесные Формулы И в устной Речи Отрадно Слышать Голос Друга Фраза По краткости Вполне Телеграфная Но Не Искалеченное Сокращением А полновесное Пушкинские Лаконическое Два Искусства Лаконической Стихотворной Речи И Лаконической Устной В третьем В создании Эпистолярной Прозы Она По-видимому Просто Не нуждается Не уверена Я Что эти Мои рассуждения Имеют Резон 30 Сентября 57 За последние Дни Уже В третий Раз Мне советуют Отдать Мою Статью В другое Место Из Ленинграда Позвонила Шура Александра Иосифовна Любарская Сборник Составлявшийся Неким Благожелательным Варшавским Куда я Послала Свою Статью Перешел В другие руки Неведом Неведом Все Вверх Дном И Благожелательный Варшавский Советует Мне Передать Мой Опус В другое Место Я Позвонила Беку Попросил Его Прочесть Мою Статью Лежащую У них В литературной Москве Уже Недельки Две Бек Сказал Что Еще Не Решено Будет Ли у них На этот Раз Отдел Критики Я Прочту Но Советую Вам Как-то, мол, у них дела в общем и каковы, по ее мнению, шансы моей статьи в частности, она сказала, что к публицистическому отделу теперь отношения не имеет, что выгораживает время для работы над собственной поэмой, что и свой отдел, то есть поэзии, налаживает заново и с трудом. Пока меня не было, не знаю, она, кажется, уезжала куда-то, тут многое вынули. Что же именно? Да вот стихи Ахматовой хотя бы, а почему? Видите ли, она ведь не москвичка. Весьма уместный довод в те дни, когда с такой помпой создается в Москве Союз Российской Федерации специально для работы с провинциалами, то есть не с москвичами, да и Ахматова, какой же она московский или ленинградский автор. Господи, как надоедает дребедень! Вы посоветуйте Ане Андреевне отдать свои стихи в другое место, сказала мне на прощание Алигер. Закрывают их, что ли? Действительно, третий том литературной Москвы «Цвет не вышел». И где же это таинственное другое место? Где оно, как называется? Ах, где те острова, где растет трын-трава, братцы? Всюду одно и то же место. Подонки пытаются взять реванш. 2 октября 57-го. Конец вечера я провела у Анны Андреевны. Она хворает и звала настойчиво. Сильные боли в правом плече. Доктор думает о отложении солей. Она — сердце. Однако она на ногах. Сначала мы сидели в столовой одни. Растет, растет ее обида на Бориса Леонидовича. Зачем у нее не бывает? Зачем не зовет к себе? Зачем написал отвратительную, постыдную вакханалию? Дала мне прочитать ее, и, пока я молча вчитывалась в стихи, не спускала возмущенных, требовательных глаз моего лица. Да. Ничего отвратительного, постыдного в этих стихах, разумеется, нет. Все вздор один. И куски великолепны. Но и я, как она, не ощущаю сейчас в поэзии ужина, бала, пышности, пьянства. Однако было время, когда и она ощущала эту поэзию. Новогодний праздник длится пышно. Теперь же, по-видимому, она чувствует всякую пышность, сытость, воспетую в стихах, как звук фальшивый и оскорбительный. Быть может, она и права. Жаль только, что осуждение стихов идет у нее рядом с личной обидой. Опять подорожник и вечер. Показала мне отрывок из очерка, или точнее предисловие Пастерна, как сборнику стихов. Предисловие, о котором я много слышала. Будущее заглавие очерка «Люди и положение». «Новый мир», 1967 год, номер первый. Первоначально же он ходил по рукам под заглавием «Вместо предисловия». Предисловие к сборнику, подготовленному к печати гослитом в 1956-57 годах. Другое заглавие очерка «Опыт автобиографии», то есть тот же опыт, который был предпринят Пастернаком в охранной грамоте. Говорят, оно написано им как бы взамен моей любимой, любимейшей охранной грамоты, которую сам он уже не одобряет. В том отрывке, который Анна Андреевна теперь сердит и дала мне прочитать, и уже не раз поминала, вечер действительно перепутан с подорожником. Но такое ли уж это преступление? «Описка, обмолвка, неряшество только и всего, а она в гневе. Жаль, 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 ведь сама же она говорила мне когда-то, без гнева и с юмором, что Борис Леонидович не знает ее стихов». Потом она увела меня к себе в комнату и села на постель под рисунком «Модильяни». Это копия рисунка. Комната на этот раз приведена в более ахматовский вид. «Модильяни», а в углу икона, а над тумбочкой старинное круглое зеркало, а на книжной полке надбитый флакон. Не сам он, а его изображение. Анна Андреевна вынулась с чемоданчика и прочитала мне свои новые записки об Осипе и Миличе. Не поймешь, прочно ли стоит на ногах ее проза. Но иногда вдруг среди чего-то не вполне определенного две-три сжатые, разящие строки, в которых передано движение мысли Мандельштама. А иногда ее, ахматовская улыбка, ее обворожительно едкий юмор. И тогда рыхлость перестает казаться рыхлостью. Я прочла это Николаю Ивановичу. Он назвал меня «Мадам Хемингуэй». Неужели я могу писать прозу? Никогда не могла. Потом она заговорила о Достоевском. Оказывается, у нее была специальная работа, посвященная Достоевскому. «Я ее сожгла, когда все жгла». О преступлении и наказании. Это единственный его роман, как у людей. Все происходит по порядку на глазах у читателя. В остальных романах, в подростке, в бесах, все основное уже было где-то вдали и давно. Там где-то, у озера в Швейцарии, в прошлом. А в преступлении и наказании все тут же, все у нас на глазах. Зато там есть одна лишняя линия – Мармеладовы. Автору для преступления и наказания одна только Соне нужна. А Екатерина Ивановна и отец – это из другой оперы. Это из ненаписанных пьяненьких. 15 октября, 57-го. Третьего дня вечером была у Анны Андреевны. Неизвестно, то ли микро, то ли не микро, но во всяком случае веренно лежать. И она лежит. Гости – Наталья Иосифовна Ильина и Татьяна Семеновна Айзенман. В столовой Нина Антонна и Пастухова пьют водку, спрямкнувшей к ним Ильиной. А возле Анны Андреевны по очереди – я и Татьяна Семеновна. Анна Андреевна о стихах Слуцкого. Поэзия его лишена тайны. Она вся тут сверху, вся как на ладони. Если же заглянуть вглубь, то позади многих стихов чувствуется быт совершенно мещанский. Вязаная скатерть, на стене картина. Не то переезд на новую квартиру, не то опять двойка. В сущности, это плоско, полуправда, выдающая себя за правду. Дала мне, наконец, собой предисловие Бориса Леонидовича. Мне больно, что он отрекается от охранной грамоты, от своей тогдашней манеры. Тем более, что самые сильные, самые поражающие места – предисловие. О скрябине, о лесе, о рильке, о блоке, о музыке как раз могли быть кусками из охранной грамоты. Зато, прочитав всю статью целиком, я поняла, наконец, почему так обиделась Анна Андреевна. Дело вовсе не в путанице. Подорожник вечен. Это мелочь, хотя и характерная. Но все предисловие в целом воспринимается как история поэзии XX века. И в этой истории Ахматова для автора почти не существует. Ей посвящен всего-навсего один сбивчивый абзац. В то время, как, например, Марине Цветаевой – целые страницы. 20 октября, 57-го. Забегала я к Анне Андреевне. Лежит. Нина Антонна при мне устроила ей бурную сцену. Почему не разрешает вызвать хирурга? У нее не только сердце болит, но и фурункул на спине. Анна Андреевна молчала, опустив глаза, как девочка, которая читает нотацию. А я любовалась Нининым язвительным бушеванием. Каков будет результат этой энергии и этой покорности – не знаю. Чуть только Нина Антонна, разбившись о покорное молчание, ушла в аптеку за какими-то каплями, Анна Андреевна подняла ясные очи и безо всяких комментариев к только что разразившейся сцене прочитала мне стихотворение о царском и о лицее, написанное 5 октября. Второе стихотворение из цикла «Городу Пушкина». 4 декабря 1957 года. Я очень соскучилась по Анне Андреевне и вчера, чуть разобравшись, поехала к ней. С 1 октября по 1 декабря 1957 года я жила в Доме творчества под Ригой, в Дублтах. Картина, увы, прежняя. Лежит, был тяжелый сердечный приступ. К тому же, как шепнула мне в коридоре Нина Антонна, она поссорилась с Эммой. О ссоре ни слова, зато несколько литературных монологов. 50 лет не брала в руки Софокла. Теперь перечла и не потеряла его. Оказывается, можно спокойно его перечитывать и не обеднеть. Получила два тома антологии. Там и мои стихи. Впервые читаю советскую поэзию подряд в таком количестве. Кажется, будто оба эти тома написал один человек. Интонация у всех одна. О средствах выражения, о сравнениях, например, все забыли. О жанрах тоже. Прочитала до конца роман Бориса Леонидовича. Встречаются страницы совершенно непрофессиональные. Полагаю, их писала Ольга. Не смейтесь. Я говорю серьезно. У меня, как вы знаете, Лидия Корнеевна, никогда не было никаких редакторских поползновений. Но тут мне хотелось схватить карандаш и перечеркивать страницу за страницей, крест-накрест. И в этом же романе есть пейзажи. Я ответственно утверждаю, равных им в русской литературе нет. Ни у Тургенева, ни у Толстого, ни у кого. Они гениальны, как рос орешник. Я сказал ей, что роман весь целиком, неизвестен мне. Что в чтении Бориса Леонидовича я слышала, по-видимому, около трети. И там, на мой взгляд, кроме дивных пейзажей, замечателен 905-й год. Выстрелы мальчиков и мнение Христова. И народная рабочая речь. Гениальный, как речь матросов в морском мятеже. На мою реплику Анна Андреевна не отозвалась, а заговорила о Бабеле, который только что вышел. Бабель был реабилитирован посмертно. В 1957 году под редакцией Мунблета и с предисловием Эренбурга вышел сборник. Исаак Бабель. Избранная. Рассказы. Пьесы. Конармия. Москва. Гослит. Издат. Она перечла пьесы. Хвалит закат и бронит Марию. С чем я вполне согласна. Я Марию даже дочитать не могла. Странно, что обе вещи написаны одной и той же рукой, сказала Анна Андреевна. Вошла Нина. И, присев на минутку, рассказала о своих беседах с Сурковым. Она сообщила ему, что в Ленинграде у Ахматовой отнимают дачу. Комиссия Союза писателей во главе с очеркистом-романистом Петром Капицей. И что Ахматова сильно расстроена слухами, будто в издательстве собираются рассыпать ее книгу. Анна Андреевна с постели. Этого я Нине говорить не поручала, потому что исчезновением книги я ничуть не была бы расстроена. Сурков обоими известиями был возмущен. В разговоре рявкал. Нина Антонна прекрасно воспроизводила это рявканье. Затем усмирил Ленинград. А насчет книги сказал, что все чепуха, и книга вот-вот выходит. Если так, честь ему и слава. Быть может, я перед ним виновата, и он в самом деле любит Ахматову. Провожая меня, Нина Антонна сказала в коридоре, что Борис Леонидович звонил, справлялся о здоровье, обещал прийти и не пришел. Ох, беда! 10 декабря 57-го. Была у Анны Андреевны. Она еще лежит, но ей гораздо лучше. Кругом, как папиросный дым, разговоры о погромных статьях Сафронова. Сегодня вышла вторая. Расправа с журналом «Театр». С Дудинцевым, с Огневым, с Олигер. Нет, она явно не Данте. Она другой. Настоящий Олигьери не любил каяться. А она все кается и кается в своих мнимых грехах. Хотя это ей не помогает. Начала Олигер вовсе не с покаяния, а с попытки защитить Альманах. В марте 57-го года на пленуме Московского отделения Союза писателей она объясняла, что критика демагогична, недобросовестна, что Альманах направлен вовсе не против советского строя, как утверждает критика, а лишь против лакировки действительности, осужденной 20-м съездом КПСС. Оборонялся поначалу главный редактор литературной Москвы Казакевич. Оборонялись и другие члены редколлегии. Однако нападки росли, и члены редколлегии вынуждены были умолкнуть. Ни оборона, ни молчание не были им прощены. Секретарь парторганизации Союза писателей Сытин назвал их позицию ложной стойкостью. 19 мая 57-го года на встрече с интеллигенцией за разоблачение Альманаха взялся сам Никита Сергеевич Хрущев. Он заявил, что в литературной Москве протаскиваются чуждые нам идеи, и что члены редколлегии проявляют неуважение к товарищеской критике. При этом он грубо накричал на Маргариту Иосифовну Алигер. В ответ она пыталась что-то объяснить. Хрущев заорал пуще. После встречи Хрущева с интеллигенцией Алигер, Казакевич и другие члены партии поняли, что никакого выхода, кроме покаяния, у них нет. Они покаялись. Насколько мне известно, устояли лишь двое — Рудны и Тендряков. Но, несмотря на все покаяние, Сытин был ненасытен. Парт-организация признала покаяние редакторов неполным, непрямым, нечестным. Тогда-то Алигер и принялась каяться прямо и честно. В начале октября 1957 года на одном из писательских собраний она заявила. Мне пришлось пережить несколько месяцев горьких раздумий, глубоких размышлений, прямых и беспощадных споров с самой собой. Мне уже давно стало ясно, что я допустила в своей общественной работе ряд прямых ошибок. И, признав это в полной мере, я находилась долгое время в состоянии душевной подавленности и пассивности, и в этом смысле очень недовольна собой. Я, как коммунист, принимающий каждый партийный документ как нечто целиком и беспредельно мое личное и непреложное, могу сейчас без всяких обиняков и оговорок, без всякой ложной боязни уронить чувство собственного достоинства, прямо и твердо сказать товарищам, что все правильно. Я действительно совершила те ошибки, о которых говорит товарищ Хрущев. Я их совершила, я в них упорствовала, но я их поняла и признала продуманно и сознательно. И вы об этом знаете. Я сказала об этом на таком же собрании более трех месяцев назад. Однако за это время я не переставала находиться в кругу тех же размышлений, и, кажется, мне удалось глубже понять причины происхождения этих ошибок, и даже то, что часть этих причин заложена просто в моем человеческом характере, который, может быть, мне чем-то и мешает в общественной работе. Мне подчас свойственна подмена политических категорий категориями морально-этическими. Мне не хватало разностороннего политического чутья, умения охватить широкий круг явлений, имеющих непосредственное и прямое отношение к нашей работе. Очевидно, мне следует быть сейчас гораздо требовательнее к себе. Освободиться от некоторой умозрительности, строже проверять свои взгляды на явления жизни, самой жизнью, прямо и непосредственно соприкасаясь с ней. Ближе, чем мне это удавалось в последние два-три года, увидеть воочию те огромные перемены, которые совершились в жизни народа, особенно после двадцатого съезда партии. Короче говоря, следовать тому, чему учат, к чему призывают выступления товарища Хрущева. Думаю, что о тех глубоких выводах, которые я сделала для своей дальнейшей жизни, я в полной мере смогу рассказать только полноценно работая. Помню всегда, что любая работа советского писателя – это политическая работа, и выполнять ее с честью можно только незыблемо следуя партийной линии и партийной дисциплине. Третий том литературной Москвы, подготовленный к печати, был остановлен, а главный редактор Альманаха Казакевич вскоре после разгрома заболел раком и в 1962 году скончался. О возникновении Альманаха и перипетиях его судьбы смотрите в книге «Казакевич», слушая время, дневники, записные книжки, письма, Москва, 1990 год. Сегодня Сафронов уже кинулся и на Акима, как раз на то стихотворение, которое я защищала от Еремина на московском пленуме. Его возмутило стихотворение «Галич». «Теперь вы от него на пистолетный выстрел», сказала о сегодняшней статье Анна Андреевна. Обороняя от нападок литературную Москву, я в частности сказала и несколько слов в защиту стихотворения «Акима», «Галич». Привожу его целиком, восстанавливая искаженную цензурой одну строчку. «Галич». Я вырос в городе заштатном, среди упряжек и рогож, и не был на район плакатный, по счастью, город мой похож. Над сонным озером вставал он, как терем сказочных времен, насыпанным издревле валом от вражьих полчищ обнесен. Там кузнецы у наковалин с утра томились от жары, а на базарику ковали, стуча по кринкам гончары. Там были красные обозы, и в окнах пыльная герань, обманутых торговок слезы, и пьяных матерная брань, и грохот ярмарочной меди, и будничная тишина, тоскливой музыки волна, непуганный цыган с медведем. Там возвеличивались меркли районной важности царьки, там быстро разрушались церкви, и долго строились ларьки. Там песен яростно безбожных немало в детстве я пропел, и там же услыхал тревожный холодный шепоток, расстрел. И был несмешанный с толпою, там каждый встречный на виду, и каждый уносил с собою чужую радость и беду. Он жив. «Доставшийся мне с детства упрямой правды капитал, и я, милой родины наследства, в пустых речах не промотал, и беспокойными ночами, как у походного костра, со мною вместе галичане не спят в раздумьях до утра». Сафронов утверждал, будто это пошлейшие стихи, будто от них шибает в нос гнильцой и пошлостью. Особенно его возмущали строки, где поминались районные царьки, ларьки и церкви. 18 декабря 1957 года была у Анны Андреевны. Она поправляется туго. Читала мне новый кусок из воспоминаний о Мандельштаме. Царское село, двадцатые годы. Всех коз почему-то звали Тамарами. Кажется, ссора ее с Эмой Григорьевной длится. Ни та, ни другая со мною про это не говорят. И я, естественно, не встреваю. 24 декабря 1957 года. Воскресенье была у Анны Андреевны. Она не в очень хорошем духе. Ее нервирует и дергает Ленинград. Получила оттуда две бумаги. В первой ее извещают, что на дачу аренда не продлевается. Во второй, это, наверное, результат заступничества Суркова, что аренда продлевается, но при условии, там будет жить Ахматова, а не Пунины. Анна Андреевна прожила на даче целое лето. Три месяца подряд безвыездно. А все дело в том, что ее лачуга, наверное, понадобилась кому-нибудь из писательских чинуш. Продолжает с ожесточением бронить роман Бориса Леонидовича. Люди не живые, выдуманные. Одна природа живая. Доктор Живаго незаслуженно носит эту фамилию. Он тоже безжизненный. И, вы заметили, никакой он не доктор. Пресвятые русские врачи лечили всегда всех, а этот никого никогда, и почему-то у него всюду дети. Зато о симфонии Шостаковича, 1905-й, отозвалась с восторгом. Там песни пролетают по черному страшному небу, как ангелы, как птицы, как белые облака. 1958-й, 7 января 1958-го, была раз у Анны Андреевны. Ардовы ушли на именины, и я сидела у нее очень долго, до двух часов ночи, пока не вернулись хозяева. Ей лучше, она принимает какое-то лекарство, сосудорасширяющее, которое ей привез из Италии Слуцкий. Дай ему Бог здоровья. Огласила новую страницу воспоминаний, на этот раз о судьбе каждой своей книги, ненапечатанной. Сказано кем-то, каждая книга имеет свою судьбу, но судьба истории. Ахматовских книг в высшей степени однообразна. По существу это все одна и та же, постоянно повторяющаяся скверная история. Читая Тютчева, сравнивает два издания. Большую серию библиотеки поэта, там предисловие «Бухштаба» и «Гослит». Ее рассердила одна страница «Бухштаба», посвященная смерти. Она прочитала мне эту страницу вслух, тихим, ровным голосом, а потом заговорила громко, бурно, оскорблении памяти великого поэта. Вы подумайте только, у человека удар, два удара. Он тяжело больной, умирающий. Идиотка дочь пишет, что отец потерял голову от страсти какой-то даме. Это между двумя-то ударами, и «Бухштаб» цитирует ее письмо. Дочь позволяет себе писать гнусные слова об умирающем отце, а милый, тонкий, умный Борис Яковлевич, не сморгнув, повторяет на странице о смерти поэта эти кощунственные строки. Новое увлечение уже старого и больного поэта причинило ему много душевной муки, но владело им до конца его жизни, сообщает «Бухштаб». 1 января 1873 года Тютчев был разбит ударом. Лежа с парализованной половиной тела, с плохо поддающейся усилиям речью, Тютчев требовал, чтобы к нему пускали знакомых, с которыми он мог бы говорить о политических, литературных и прочих интересных вопросах и новостях. К весне Тютчеву стало лучше, он начал выходить. 9 июня 1873 года дочь Тютчева, Дарья Федоровна, пишет своей сестре Екатерине. Бедный папа потерял голову, страсть как будто бичует его, эта особа пытает его медленным огнем, это она виновница его положения, она возбуждает его и без того больного, играя на его нервах, натянутых до последней степени. 11 июня последовал новый удар, через несколько дней – третий. Тютчев прожил еще месяц. 15 июля 1873 года Тютчева не стало. По поводу того же письма Тютчевской дочери, Анна Андреевна пересказала мне свой разговор с Сардовым. Входит Виктор Ефимович и сообщает торжественно, что один москвич, какой-то смрадный эстрадник, в старые годы знавал сына Тютчева, от этой вот его последней дамы. Я не растерялась. Ярость сделала меня вдохновенной. Я в ту же секунду ответила. Через пятьдесят лет кто-нибудь скажет, что лично знавал моих близнецов от Жоры. Такой подросток сюда ходит. Один был миленький-миленький, а другой ужасно-ужасно неудачный. Рассказывая, она не сердилась уже, а смеялась громко, весело, как это нечасто с ней бывает. Четырнадцатое февраля пятьдесят восьмого. Забегалась, заработалась, сбилась с ног, со сна, с толку. Давно не бывала у Анны Андреевны, и это меня грызет. После ее приезда я была у нее всего один раз, да и то минут сорок, да и то неудачно. Я привыкла видеть Анну Ахматову великодушной, всепонимающей, порою благостной, порою гневной, но всегда правой. Нет, вру, не всегда, почти всегда. В последнее наше свидание она была почти, а может быть и не. Встретила она меня настойчивыми расспросами о Борисе Леонидовиче. Он болен. Я доложил известия, вывезенные мною из Переделкина. Опять, по-видимому, непорядок с почками, страшные боли. Зинаида Николаевна потеряла голову. Быть может, задет какой-то нерв позвонка. Ездят три профессора в день, а самые простые анализы не сделаны, и диагноза, собственно, нет. Боль лютая, он кричит так, что слышно в саду. Сказал Корнею Иванович, который был у него три минуты, «Я думаю, как бы хорошо умереть, ведь я уже сделал в жизни все, что хотел, только бы избавиться от этой боли. Вот она опять». Возле него в помощь Зинаидии Николаевне, по словам деда, две деятельные женщины. Тамара Владимировна Иванова и Елена Ефимовна Тагер. Тамара Владимировна Иванова, 1900-1995 годы жизни, переводчица, жена писателя Всеволода Иванова. Семья Ивановых не только соседи Пастернака. Ближайшие по писательскому поселку Переделкино. Близкие по писательскому дому в Лаврушевском переулке в Москве. Но и почитатели, и друзья. Ивановы постоянные, иногда первые, слушатели стихов и прозы Пастернака. Они принимали живое участие в литературных и житейских невзгодах соседа и друга. В особенности дружен был Борис Леонидович с сыном Ивановых, Вячеславом Всеволодовичем, по-домашнему комой. Тамара Владимировна, автор книги воспоминаний, в которой немало страниц посвящено дружбе Ивановых с Пастернаком. Тамара Иванова «Мои современники, какими я их знала». Москва, 1984 и 1987 годы. Позднее она написала о Пастернаке вторично. Когда в 70-80-е годы, уже после кончина не только Бориса Леонидовича, но и Зинаиды Николаевны Пастернак, союз писателей принялся выселять из дому его семью. Тамара Владимировна играла большую роль в защите дома Пастернака и настойчиво требовала превратить его в музей. Елена Ефимовна Тагер, 1904-1981 годы жизни. Искусствовед. Автор статей о советской скульптуре и графике. Она и ее муж, литературовед Е.Б. Тагер, знакомый Пастернака и его семьи. Дед бился дней пять. Писал и звонил в Союз, в Литфонд, пытаясь устроить Пастернака в хорошую больницу, в отдельную палату. Все было неудачно, пока он сам не поехал в город к некоему благодетельному Власову, к секретарю Микояна. В конце концов удалось устроить Бориса Леонидовича в больницу ЦК партии и, кажется, даже в отдельную палату. О том, какие предпринимались шаги, чтобы оказать медицинскую помощь Борису Леонидовичу, привожу отрывок из записи моего отца. 1 февраля заболел Пастернак. Нужен катетер. Нет сегодня ни у кого шофера, ни у Коверина, ни у Иванова, ни у меня. Мне позвонила Тамара Владимировна. Я позвонил в ВЦСПС. Там по случаю субботы все разошлись. Одно спасение. Коля должен приехать, и я поеду на его машине в ВЦСПС за врачами. Бедный Борис Леонидович. К нему вернулась прошлогодняя болезнь. Тамара Владимировна позвонила в город Лидии Николаевне Ковериной. Та купит катетер, но где достать врача? Поеду на Абум в ВЦСПС. Был у Пастернака. Ему вспрыснули пан-то-пан. Он спит. Зинаида Николаевна обезумела. Ни откуда никакой помощи. Просит сосредоточить все свои заботы на том, чтобы написать письмо правительству, о необходимости немедленно отвезти. Бориса Леонидовича в больницу. Лидия Николаевна привезла катетер. Сестра медицинская, Лидия Тимофеевна, берется сделать соответствующую операцию. Я вспомнил, что у меня есть знакомый, Михаил Федорович Власов, секретарь Микояна, и позвонил ему. Он взялся позвонить в здравотдел и к Склифосовскому. В это время позвонила жена Казакевича. Она советует просто вызвать скорую помощь. Но скорая помощь от Склифосовского за город не выезжает. И вот лежит знаменитый поэт, и никакой помощи ниоткуда. В Союзе в прошлом году так и сказали. Пастернак не достоин, чтобы его клали в Кремлевку. Зинаида Николаевна говорит, Пастернак требует, чтобы мы не обращались в Союз. 3 февраля. Был у Пастернака. Он лежит изможденный, но бодрый. Перед ним Том Хенри Джеймс. Встретил меня радушно. Читал и слушал вас по радио. О Чехове, ах, о Некрасове. И вы так много для меня, так много. И вдруг схватил мою руку и поцеловал. А в глазах ужас. Опять на меня надвигается боль. И я думаю, как бы хорошо умереть. Он не сказал этого слова. Ведь я уже сделал в жизни все, что хотел. Так бы хорошо. Все свидание длилось 3 минуты. Эпштейн сказал, что операция не нужна, по крайней мере сейчас. Главное – нерв позвонка. Завтра приедет невропатолог. Познакомился я у постели Бориса Леонидовича с Еленой Ефимовной Тагер, очень озабоченной его судьбой. Мы сговорились быть с нею в контакте. Сегодня и завтра я буду хлопотать о больнице. О Кремлевке нечего и думать. Ему нужна отдельная палата. А где ее достать, если начальство продолжает гневаться на него? Ужасно, что какой-нибудь Еголин, презренный Халуй, может в любую минуту обеспечить себе высший комфорт. А Пастернак лежит без самой элементарной помощи. 7 февраля. В 12 в город. Подыскивал больницу для Пастернака. В 7 корпусе Боткинской все забито. Лежат даже в коридорах. В Кремлевке нужно ждать очереди. Я три раза ездил к Михаилу Федоровичу Власову, в Совет министров РСФСР, куда меня не пустили без пропуска. Я говорил оттуда с Михаилом Федоровичем, воображая, что он там, а он в другом месте, где я так и не узнал. Оказалось, его слов, что надежды мало. Но, приехав домой, узнал, что он мне звонил, и, оказывается, он добыл ему путевку в клинику ЦК, самую лучшую, какая только есть в Москве, и завтра Женя везет Тамару Владимировну Иванову за получением этой путевки. Я обрадовался и с восторгом побежал к Пастернаку. При нем, наконец-то, сестра. У него жар. Анализ крови очень плохой. Вчера была у него врачиха, помощница вовсе, Зинаида Николаевна. Она, судя по анализу крови, боится, что рак. Вся моя радость схлынула. Он возбужден, у него жар. Расспрашивал меня о моей библиотеке для детей. И Зинаида Николаевна, жена Бориса Леонидовича, все время говорит о расходах и встретила сестру неприязненно. Опять расходы. 8 февраля. Вчера Тамара Владимировна Иванова ездила в моей машине, шоферу Женя, за больничной путевкой в Министерство здравоохранения РСФСР. Ватковский переулок, 18-20, район Бутырок. К референтке Министерства Надежды Васильевны Тихомировой. Получив путевку, она поехала в больницу ЦК, посмотреть, что это за больница и какова будет палата Бориса Леонидовича. Там ей ничего не понравилось. Директор ХАМ. Отдельной палаты нет. Положили его в урологическое отделение. Но мало-помало все утрясется. Хорошо, что там профессор вовсе, Эпштейн и другие. Пришлось доставать и карету скорой помощи. В три часа Женя воротился и сообщил все это Борису Леонидовичу. Он готов куда угодно. Болезнь истомила его. Очень благодарит меня и Тамару Владимировну. По моему предложению, надписал Власову своего Фауста, поблагодарив за все хлопоты. Зинаида Николаевна нахлобочила ему шапку, одела его в шубу. Рабочие, между тем, разгребли снег возле парадного хода и пронесли его на носилках в машину. Он посылал нам воздушные поцелуи. Вот каков был мой доклад Анне Андреевне. Она слушала напряженно, внимательно, переспрашивая фамилии профессоров, сопоставляя симптомы и диагнозы. Слушала с выражением сочувственной думы и муки на своем неподвижном, а если вглядеться, таком неустанно подвижном лице. Не дослужив меня, она произнесла с неожиданной суровостью. Когда пишешь то, что написал Пастернак, не следует претендовать на отдельную палату в больнице ЦК партии. Это замечание, логически даже нравственно, будто бы совершенно обоснованное, сильно задело меня. Своей недобротой. Я бы на ее месте обрадовалась. Я постаралась ответить без запальчивости, чтобы самой не взорваться и не вызвать взрыва в ответ. «Он и не претендует», — сказал я тихим голосом. Корней Иванович говорит, со слов Зинаиды Николаевны, что Пастернак даже в союз не велит обращаться, не только выше. Ему больно, он кричит от боли. Вот и все. Но те люди, кругом, которые любят его, тут я слегка запнулась, вот они действительно претендуют. Им хочется, чтобы Пастернак лежал в самой лучшей больнице, какая только есть в Москве. Я ждала взрыва на словах, люди, которые любят, но Анна Андреевна промолчала. О, она, конечно, вне всякого сомнения, среди любящих. Она любит Пастернака, гордится им. Но в ней сталкиваются сейчас две тревоги. За его здоровье, за грозную судьбу, собирающуюся над его головой. Это первая, естественно, человеческая тревога. И другая о том, как он, великий поэт, перенесет грозу. С должным ли мужеством? Не уронит ли высокое звание поэта? Понимаю, все понимаю. Но, идя назад к метро, я, тем не менее, продолжала терзаться ее словами. Холодными, рассудительными. Не должен рассчитывать на отдельную палату в больнице с ЭК-партией. Рассчитывать? Да, не должен. Но нам-то как выносить его заброшенность? Да, она, Анна Ахматова, к нашему стыду и угрызению совести, много раз вынуждена бывала лежать в самых плохих больницах, в общих палатах на 10-15 человек. Надо ли желать того же Пастернаку? И тут я остановилась, испытав удар памяти. Как же я могла позабыть? В Ташкенте, заболев брюшным тифом, Анна Андреевна пришла в неистовую ярость. Именно в ярость. Другого слова не подберу. Когда я почудилась, привиделась, приснилась, будто один врач намерен отправить ее в обыкновенную больницу. И была очень довольна, когда усилиями друзей ее положили в тамошнюю Кремлевку, в отдельную палату, а потом, усилиями тех же друзей, в Кремлевский санаторий для выздоравливающих. Помнит ли она об этом? Забыла? Нет, я радуюсь сейчас за него, как счастлива была тогда за нее, что она в человеческих, то есть привилегированных условиях, а не в демократических, которые у нас, увы, равны бесчеловечным. 8 марта 58-го Сегодня, наконец, выбралась к Анне Андреевне в Болшево. Ехала туда и назад на Шпайзмане. Очень удобно. Шпайзман – владелец машины, инвалид, имевший какое-то отношение к литфонду. Ему было разрешено возить писателей. Пассажирам это обходилось дешевле, чем такси, а ему давало заработок. Анна Андреевна во втором корпусе, в комнате крайней справа, возле балкона. Мне пришлось обождать в коридоре. У нее массажистка пятнадцать минут слушала «Я из-за двери махробой пошлости об ахматовских стихах». Наконец-то вышла. Я вошла. Комнатенка маленькая, чуть побольше ардовской. Анна Андреевна сидела в постели, укрытая одеялом до пояса, в одной рубашке. Выглядит она хорошо. Лицо без отеков, свежее, даже чуть загорелое. Но впечатлений это обманчиво. Она грустна и жалуется на слабость. Пульс вчера был пятьдесят шесть. Жалуется, что ей не под силу снимать и надевать шубу, вешать шубу на вешалку, стягивать с себя теплые башмаки, самой открывать форточку. Жить в санатории одна я больше не могу. В следующий раз непременно возьму с собой Иру. Одна я не в силах. Я спросила, кто с ней за столом. Оказалась родная сестра Никулина. Анна Андреевна никак не характеризовала эту даму. Затем последовал неприятный рассказ о какой-то другой даме, с которой она подружилась и ходила гулять. Читала ей стихи. Однажды, как раз когда Анна Андреевна читала, в комнату вошла докторша и на следующий день объявила той даме, что чтение стихов слишком возбуждает Анну Андреевну. Ей это вредно. Дама была смущена. Так и уехала в смущение. Анна же Андреевна полагает, что этот запрет неспроста, что дело тут совсем не в ее здоровье. Быть может и так. Вчера я кончила перечитывать первые части романа Пастернака. Ваш диагноз, осведомилась Анна Андреевна. Кроме гениальных пейзажей, сказала я, которые детям в школах надо учить наизусть, наравне со стихами. Многие страницы воистину ослепительны. Перечитывая, я соглашаюсь с собственным давним восхищением сороковых годов, когда я услышала первоначальные главы из уст автора и читала их по его просьбе сама. Замечателен 905 год, по-видимому, 905, совпавший с юностью, всегда вдохновителен для Пастернака. А просторечие? Оно концентрат, как в морском мятеже. А мальчики, в сущности, братья, мальчики с нацеленными друг на друга дулами, белые и красные, в лесу. А выстрелы Христовы на улицах Москвы. А царь, удивление перед средоточием могущества, в такой малости. Но вы правы, главные действующие лица не живые, они из картона. Особенно картонен сам живаго. И язык автора иногда скороговорочностью доведен до безобразия. Не до своеобразия, а до безобразия. Трудно бывает поверить, что это написано рукой Пастернака. При поднятии на крыльцо изуродованный испустил дух. При поднятии. И это пишет автор Августа. В одной итальянской газете, сказала Анна Андреевна, не слушая меня, напечатана статья под заглавием «Неудавшийся шедевр». На столе у нее французская монография о Модильяне. Книжка небольшая, но репродукций уместилось там множество. Анна Андреевна пишет о Модильяне воспоминания. Говорит, «Мне повезло. Я узнала его раньше, чем другие. Все, кто сейчас вспоминают о Модильяне, подружились с ним в четырнадцатом-пятнадцатом году, а я в десятом-одиннадцатом. Мы заговорили о здешней природе, о прогулках. Я ведь жила здесь и знаю, что гулять тут, собственно, негде, что природа здесь дачная. Анна Андреевна сказала, «Сегодня в парке березы, как березы, а когда они освещены солнцем, то становятся такими бесстыдно нестеровскими». Затем она занялась просмотром привезенных мною писем. Я по дороге нарочно заезжала к Кардовым, куда доставили ее ленинградскую почту. Теперь на подушке выселась целая горка. Внимательно рассмотрев конверт, прочитав письмо, Анна Андреевна каждая передавала мне открытки поздравляющие с 8 марта. Самый для меня непонятный праздник. Три письма из Чехословакии от учительниц и еще от кого-то. Эти поздравления не с 8 марта, а с 40-летием Октябрьской революции, которая освободила чехов и словаков от ярма капитализма. Авторы писем сообщают, что Ахматова для них образец советской женщины. Просят прислать стихи, пишут, что все они учатся у советской литературы и в особенности у Анны Ахматовой. «Вот поворот какого ни в каком романе не придумаешь», сказала Анна Андреевна. «Я образец советской женщины. Товарищ Жданов, где ты? Такой не приснится, не выдумается». Из привезенной мною почты она извлекла также письмо от Конрада по поводу каких-то ее хлопот о какой-то левиной книге. Лев Николаевич Гумилев «Хунну. Средняя Азия в древние времена». Освобожденный в 1956 году, Лев Николаевич Гумилев рассчитывал на быстрое издание своего труда, но тут возникли разнообразные препоны и помехи. Анна Андреевна делала, что могла, но Лев Николаевич упрекал ее в недостаточной энергии. Упреки обижали Анну Андреевну и были одной из причин постоянных неладов между сыном и матерью. Хотя известия, насколько я могла понять, были благоприятные, письмо взволновало ее. «Мне не под силу больше хлопотать», сказала она с раздражением. «Я ходила к Виноградову, и после этого у меня был сердечный приступ. Я сказала Виноградовым, будто это случилось со мной из-за блинов, но на самом деле блины тут не повинны». Рассказывая, она нервными пальцем перебирала письма на подушке. Раз пять за недолго наше свидание произнесла она слова «Мне больше не под силу». С горечью слушала я ее. Не под силу самой снимать шубу, не под силу стягивать башмаки, не под силу хлопотать. Будто и не худо сейчас складывается у нее жизнь. И Лева дома, и книжка ее выходит, и деньги кое-какие есть, и дача, и лечится она в санатории, но истраченной силы. Перед моим отъездом ей подали телеграмму, кажется, из Москвы. «Мы помним ваше мужество сорок второго года, почему-то без подписи». Ну, а мне довелось помнить ее десятилетий. «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Слово не музейная реликвия, и хранить его значит творить его, творить в нем, творить им, сотворять его заново. Ахматова из тех, кто хранит, сотворяет русское слово. Какое мужество, какой подвиг выше этого. И внукам дадим и от плена спасем навеки. В 1942 году русское слово «спасать» приходилось от немецкого плена. Но разве и сейчас оно не в плену и не требует спасения ежедневного? Но Анна Андреевна телеграмму как-то пропустила мимо ушей. Ее занимало чехословацкое письмо. Перед моим отъездом она снова взяла его в руки и повторила. Такой сюжетный поворот и во сне не приснится. Моя оплеванная персона образец советской женщины для братской социалистической страны. Прекрасно. Все смешалось в доме облонских. 26 марта 58 очень давно не писала. Теперь уже трудно восстановить даты. Один раз за это время снова была у Анны Андреевны в Болшево. На этот раз с Оксманами ничего примечательного. Юриан Григорьевич сразу ушел в другой корпус навещать тяжело больного Казьмина. Борис Палыч Казьмин 1883-1958 годы жизни историк русской общественной мысли и революционного движения 60-80-х годов 19 века. Анна Андреевна одетая лежала под одеялом жалуясь что дует из окон. Мы с Антониной Петровной кормили ее апельсинами которым она очень обрадовалась. У нее почему-то пересыхает во рту. Да вот разве что было интересное в машине по дороге туда Юлиан Григорьевич сказал самое главное кончится ли процесс дестабилизации другим процессом. Я его слегка толкнула не при постороннем же разговаривать потом в Болшеве он слишком долго не возвращался от Казмина а нам пора было ехать. Я отправилась ему навстречу зная что и он способен заблудиться в двух шагах от дома и действительно встретил его на дорожке парка недумевающего куда свернуть. Пока мы шли к флигелю Анны Андреевны я спросила «Вы Нюрнбергский процесс имели ввиду?» «Конечно». Я сказала что уже думала об этом но меня смущает количество палачей и соучастников палачества если начать их судить чего требует самая элементарная человеческая справедливость то края не будет крови и слезам у всех жены дети опять очереди окошечки свидания передачи этапы тюрьмы пусть на этот раз справедливые но все равно немыслимо Оксман сказал что Нюрнбергский процесс необходим во имя очищения нации иначе мы вперед не двинемся и останется тоже беззаконие тот же произвол ну может быть в меньших масштабах но наказывать смертью или тюрьмой следует лишь немногих а всех остальных причастных к злодействам следует громко назвать по именам и отстранить от какой бы то ни было малейшей власти пусть стреляются сами пусть дети отшатнутся от них с ужасом пусть более никогда и ни в чем никто от них не будет зависеть пусть они смиренно трудятся на заводах в учреждениях в колхозах гардеробщиками уборщиками мусора курьерами не более того оксман говорил со мной о необходимости назвать имена палачей иначе не произойдет очищение нации и злодейства могут повториться в 1958 году через 10 лет в 68 я рискнул заговорить об этом слух для самой с датой написана была мною статья не казнь но мысль но слово еще через 8 лет она была опубликована за границей в сборнике Лидия Чуковская открытое слово Нью-Йорк хроника 1976 год еще через 14 в советском союзе в журнале горизонт 1989 год номер 3 затем в книге процесс исключения в 1990 спор о том следует или не следует разоблачать мертвых и живых палачей ведется в нашей стране и до сих пор сопротивление власть имущих огласки весьма велико доступ к архивам ограничен написано в 1991 году а в последние дни мне довелось работать с Анной Андреевной как бывало в Ленинграде в Ташкенте да и здесь уже случалось щепкой валяюсь у ног ваших такова была форма телефонного приказа в исполнении которого я два утра подряд ездила к Анне Андреевне читать корректуру верстка ее книги первая книга Ахматовой после постановления 46 года половина разумеется занята переводами но все-таки сама Ахматова тоже присутствует есть такой поэт на обороте титульного листа обозначена под общей редакцией Суркова набиралась книга в Венгрии поэтому когда я указываю Анне Андреевне какую-нибудь особенно смешную опечатку она говорит с напускным возмущением злосчастный мадьяр она возбуждена и тревожно я вижу но и радостно главное что ее сейчас занимает она хочет просить у Суркова разрешение заменить стихи об Азии таинственной невстречей и пусть кто-то еще отдыхает на юге Анна Андреевна не любила свое стихотворение об Азии помещенной в литературной Москве разве стала совсем не та что там у моря потому что дальнейшие четверостишие были ею хотя и искусно однако искусственно приписаны к первому начало в действительности читалось иначе чем было опубликовано разве не я тогда у креста разве не я тонула в море разве забыли мои уста вкус твой горе второе стихотворение из литературной Москвы ты Азия родина родин о котором здесь идет речь Анна Андреевна не любила вообще и очень прочно она не только свою волей изъяла его из сборника 1958 года но и не ввела ни в один из последующих стихотворение таинственной не встречи пустына торжества и пусть кто-то еще отдыхает на юге обращены к Берлину оба они входят в цикл из сожженной тетради жиповник цветет мне кажется я догадываюсь почему она не хочет первых и так торопится с напечатанием вторых эти новые стихи это опять цветы небывшего свидания читать корректуры мне было трудно шрифт мелкий и разговоры в комнате в первый день вместе с нами работал Николай Иванович во второй Эмма Григорьевна к стыду моему уже после моего чтения они выловили несколько опечаток и довольно серьезных но я взяла реванш обнаружив и после них еще немало одна только Анна Андреевна читала верстку можно сказать с полной безмятежностью набрана обещай опять прийти ко мне вместо во сне говоришь ей глядите что тут она глядит и не видит потом боже какая чушь злосчастный мадьяр но самое интересное в этой работе были конечно не опечатки а споры возникавшие вокруг отдельных строк и наши предложения которые то отвергала то принимала Анна Андреевна мне иногда удавалось умолить ее восстанавливать строки искалеченные ею в угоду цензуре например верстки надпись на книге оказалась набранной середины пускай над временами года несокрушимо и верна и так далее я настояла умолила дать и первые строки почти что от литейской тени в тот час как рушатся миры и так далее затем строка хранилище молитвы и труда во спасение от молитвы была изменена Анной Андреевной так хранилище надежды и труда но она была сама этой заменой недовольна говорит какая уж там надежда я предложила бессмертного труда и она ухватилась за эту замену хотя мне само предложение не очень-то нравится исчезли звуки ли ил хранилища молитвы придававшие стиху такую прелесть плавность да и то что вся строка состояла раньше из одних существительных делала ее особо прочной значимой а теперь прилагательная разжижает строчку к тому же следующий как назло начинается с двух прилагательных спокойной и уверенной любови таким образом ущерб все равно нанесен но Анна Андреевна приняла его по-видимому как наименьший речь идет о стихотворении приду туда и отлетит там ленье испорченный под цензурным прессом строка в искаженном виде печаталось еще лет тридцать и даже в ту пору когда антирелигиозный пресс уже полегчал в первом издании двухтомника в 1986 году правильно опубликовано в сборниках я голос ваш 1988 год узнают 1989 год и во втором издании двухтомника 1990 год приду туда и отлетит томление мне ранние приятны холода таинственные темные селенья хранилище молитвы и труда спокойной и уверенной любови не превозмочь мне к этой стране ведь капелька новогородской крови во мне как льдинка в пенистом вине и этого никак нельзя поправить не растопил ее великий зной и чтобы я не начинала славить ты тихая сияешь предо мной 1916 год совершенно искаженным оказалось стихотворение мой городок игрушечный сожгли и в прошлое мне больше нет лазики можно ли точнее определить царское село этот мнимый городок он действительно город по всем правилам мощенные улицы каменные дома чугунные решетки и в то же время он игрушечный не в сам делишный домики и деревья расставлены на полу или на столе прилежной детской рукой расставлены правильно ровно аккуратно только все маленькое не настоящее хотя и железная дорога как настоящая и будка на путях совсем настоящая и даже сторож из будки выскакивает с настоящим флагом мой городок игрушечный сожгли и в прошлое мне больше нет лазики ахматова говорит о городе своей юности который сожгли немцы начальство приревновало ее к слову прошлое ведь прошлое это всегда проклятое царское прошлое ах ты ищешь туда лазейку она древно пробуя всякие замены по-моему совершенно испортила это стихотворение было оно интимное горькое заветное стало какое-то крикливо патетическое о злодеи от обиды я не запомнила исчезла лазейки на рифме а с нею и все последующее зашаталось после маяхукоризн Анна Андреевна к моему великому счастью сделала так мой городок игрушечный сожгли и в юность мне обратно нет лазейки не в проклятое прошлое а в юность так может быть пройдет затем я предложила в стихах и время прочь и пространство прочь заменить последнюю строчку было только ты мне не можешь помочь тут не годится только героиня ведь не то хочет сказать что один только он не может ей помочь я предложила но и ты мне не можешь помочь она согласилась Николай Иванович настойчиво предлагал прежний запомнившийся ему вариант стихов Маяковскому не знаю как потом а при мне замена не состоялась не запомнила я и о чем шел спор но одно его предложение принятое Анной Андреевной сильно огорчило меня стихотворение черную и прочную разлуку который я люблю так не то что люблю это не точное слово а чувствую так будто его родила я кончалось строками но весенней лунную порою через звезды мне пришли привет Николай Иванович нашел что весна луна звезды все вместе слишком сладко Анна Андреевна с ним вполне согласилась и переделала так только б ты весеннюю порою через звезды мне прислал привет мне жалко эти повторяющиеся длинные н лунную весеннюю кажется мне придавали стиху какую-то таинственность а быть может он прав и я просто привыкла так ведь тоже бывает затем Николай Иванович ополчился против строки взволнованные кедры в разлуке Анна Андреевна переменила да великаны кедры кажется это лучше впрочем я и тут не уверена стихотворение а вы мои друзья последнего призыва совсем переделано из-за святцев и бога на самом деле второе четверостишее читается так да что там имена захлопываю святцы и на колени все багряный хлынул свет рядами стройными проходят ленинградцы живые с мертвыми для бога мертвых нет сделано же так да что там имена ведь все равно вы с нами все на колени все багровый хлынул свет и ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами живые с мертвыми для славы мертвых нет на второй день когда мы были с Анной Андреевной одни вдруг отворилась дверь и вошел человек с резкими морщинами у глаз и на лбу с очень определенно очерченным и в то же время дряблым лицом вы не знакомы спросила меня Анна Андреевна нет это мой сын Лева я не узнала его от неожиданности хотя мне и говорили что он в Москве ощущение огромности и малости вместе так бывает в любви гадания по стихам странные совпадения в датах сердце обрывающееся в колени от каждого телефонного звонка и почтальонного стука дрожащие листки письма а потом окажется это всего лишь человек не больше и не меньше человек голова руки ноги такая огромная такая обычнейшая из обычных малость человек вот он передо мною слово из четырех букв Лева не мои все ее бессонницы сны не встречи и встречи окошечки над заплеванным полом красное сукно на столах заявление повестки посылки волосок вложенный в тетрадку стихов и стихи в огне два десятилетия ее жизни материализованное время десятилетия и материализованное пространство тысячи километров и это оказывается просто человек и он здесь в этой комнате его можно тронуть рукой или назвать по имени мама сынуля детонька стены этой комнаты пропитаны мыслями о нем стихами ему и снег и деревья и заря за окошком и рубцы от инфарктов на мышцы ее сердца в последний в последний раз я видела Леву если не ошибаюсь в тридцать втором году когда Леша была совсем маленькая и у нас на Кирочной гостил Николай Иванович друживший с Цезарем жил он у нас а целые дни пропадал у неведомой мне тогда Анны Андреевны однажды он пришел к нам оттуда вместе с Левой это был юноша лет семнадцати девятнадцати некрасивый неловкий застенчивый взглядом сильно напоминавший отца одетый кажется ватник что даже и по тем временам казалось уже странным а раньше это был Левушка Гумилевушка давным-давно еще в моем детстве мальчик с золотыми волосами кудрявый его приводил к нам отец и он у нас в столовой сам с собой играл в индейцев прыгая с подоконника на диван сейчас сходство с отцом совсем потерялось а чем-то не знаю чем верхней частью головы лбом висками похож он на Анну Андреевну говорит картава грассируя одет как все но чем-то резко отличается от всех чем не знаю впрочем был он в комнате у Анны Андреевны при мне не более минуты взял какие-то книги и понес их в библиотеку рассказав что вернется к обеду Анна Андреевна хоть и рада своему сборнику но и огорчена им она уверяет что книжка это ерунда мусор что она только введет в заблуждение читателей так это-то и есть хваленная Ахматова стоило огород городить и все-таки думаю я честь и слава Суркову да конечно в сборнике отсутствует главное трагический путь великого поэта нет и самых замечательных необходимейших стихов и все-таки это она это Анна Ахматова предыстория хорошо здесь и шелест и хруст черную и прочную разлуку путь и трагедия остались за бортом книги но голос которому дано исцелять души звучит я с разрешения Анны Андреевны переписала для себя мой городок игрушечный сожгли и этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли и таинственной невстречи пустынной торжества и пусть кто-то еще отдыхает на юге когда я кончила она взяла мой листочек и над последним стихотворением написала эпилог объяснив при этом что между первой и второй строфами тут имеются еще восемь строк и что два стихотворения таинственной невстречи и пусть кто-то еще отдыхает на юге на самом деле называются из сожженной тетради и их не два а гораздо больше на обороте моего листка она перечислила столбиком наяву во сне без названия сон ответ эпилог название стихотворений в цикле из сожженной тетради переходили с места на место а иногда исчезали совсем заменяясь номерами название эпилог было дано одно время санету санет эпилог но оказалось что до настоящего эпилога в действительности еще далеко и санет утратил это заглавие к сожалению она не пожелала объяснить мне что что и я по названиям не могу различить об известных мне стихах идет речь или нет эпиграф ты опять со мной подруга осень Накентий Анинский пусть кто-то еще отдыхает на юге и нежится в райском саду здесь северно очень и осень в подруге я выбрала в этом году живу как в чужом неплеснившемся доме где может быть я умерла и кажется тайно глядится суоми в пустые свои зеркала иду между черных приземистых елок там вереск на ветер похож и светится месяца тусклый осколок как финский зазубренный нож сюда принесла я блаженную память последней невстречи с тобой холодное чистое легкое пламя победы моей над судьбой подлинный текст стихотворения опубликован в сборнике «Узнают» однако в двухтомнике 1990 года текст сохранен в подцензурном виде существовало и другое четверостишее завершающее это стихотворение оно обращено к тому же лицу что и в окончательном варианте но читается так глаза бы не видели этого моря с ним в мире я жить не могу я с ним в постоянной неистовой ссоре как с тем кто на том берегу Карельский перешейк 1956 год октябрь потом когда я перечитывала стихотворение не очень любимое мною бывало я с утра молчу она древно наклонившись над страницей сказала 50 лет никто не замечает что это акростих я поглядела Борис Анреп не замечают для акростиха комплимент значит нет искусственности с Анрепом я познакомилась в великом посту в 1915 году в царском селе у Недоброво Бульварное рассказывает Ахматова в пятом номере литературного обозрения за 1989 год множество стихов обращенных к нему вошли в белую стаю и в подорожник Тименчик в том же номере литературного обозрения сообщает что в различных рукописных источниках именем Анрепа снабжены многие стихотворения Анатолий Найман со слов Ахматовой передает что к Анрепу обращено больше чем кому-либо другому ее стихов как до так и после разлуки однако к нему же как полагает Жермунский обращены самые резкие стихи Ахматовой осуждающей иммиграцию когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал и ты отступник Борис Васильевич Анреп 1883 1969 годы жизни художник и художественный критик сотрудник Аполлона Анреп писал стихи строку из его поэма «Человек я пою и лес зеленеет» Ахматова взяла в качестве эпиграфа к эпическим мотивам с 1908 года Анреп подолгу жевал за границей и уехал из России навсегда в феврале 1917 года и за границей Анреп дважды посылал Анне Андреевне фотографии своей работы одну черно-белую другую цветную Анатолий Найман повествует Анна Андреевна показывала фотографии черно-белую его многофигурной мозаики выложенные на полу вестибюля Лондонской национальной галереи моделью для сострадания художник избрал Анну Ахматову она благословляемая ангелом изображена среди руин блокадного Ленинграда встретились Андреев и Ахматова снова уже в старости в 1965 году в Париже во время парижской встречи вспоминает Борис Васильевич Анна Андреевна ему сказала вы помните вы прислали мне цветную фотографию вашей мозаики Христа она долго была на моем столе а потом исчезла об отношениях между ними подробнее смотрите Борис Анреп о черном кольце но более всего поразил меня Воронеж я знала что это посвящено Мандельштаму которого она навещала в ссылке так но оказалось существует еще четыре строки Анна Андреевна прочитала их мне шепотом а в комнате опального поэта дежурит страх и муза в свой черед и ночь идет которая не ведает рассвета в записках это стихотворение приведено мною целиком в оконченном виде с четырьмя последними строчками хотя в 1936 году когда Воронеж был создан и в июне сорокового года когда стихотворение было прочтено мне этих строк еще не существовало впервые они напечатаны за границей в воспоминаниях Анны Ахматовой Осип Мандельштам в Альманахе воздушной пути номер 4 Нью-Йорк 1965 год в Советском же Союзе бег времени тростник о возникновении этих четырех строк смотрите новое о Мандельштаме страх и муза в этих двух словах ключ к жизни наших поэтов чаще всего впрочем они дежурят у каждого не по очереди а обе вместе муза и страх муза побеждающая страх я рассказала Анне Андреевне о своем болшевском разговоре с Оксманом она ответила да мы с ним говорили об этом я с ним согласна 5 апреля 58 вчера провела вечер у Анны Андреевны в начале у нее Мария Сергеевна Петровых и Юлия Моисемна Нейман потом приехала еще и Эмма Григорьевна Юлия Моисемна Нейман 1907-1994 годы жизни поэтесса и переводчица она познакомилась с Анной Андреевной при встрече нового года 1955 года в гостях у Петровых на утро Нейман читала свои стихи в ту пору когда Анна Андреевна познакомилась с Нейман Юлия Моисемна занималась преимущественно переводами из Галкина из Когульдинова из Исаака Борисова Анна Андреевна не раз высказывала огорчение что собственные стихи Нейман почти никогда не публикуются всего несколько стихотворений были напечатаны в литературной Москве и я в своем выступлении защищала их после смерти Анны Андреевны вышли в свет три сборника собственных стихов Нейман Костер на снегу 1974 год Мысли в пути 1976 Причуды памяти 1986 год переводы ее новые и прежние в 1986 году собраны в ее книге Горы и степи где представлены переводы из Рильки Соломеи Нерис Райниса а также калмыцких еврейских узбекских башкирских и других поэтов книжка вышла в серии мастера художественного перевода Когда я пришла Анна Андреевна вместе с Марией Сергеевной дозванивались Галкину чтобы поздравить его с еврейской пасхой Галкин единственный человек который в прошлом году догадался поздравить меня с пасхой сказала она потом потребовала чтобы ей добыли телефон Слуцкого который снова обруган в литературной газете 2 апреля 1958 года Бориса Слуцкого обругал в литературной газете Власенко жизненная правда и поэтическое мастерство Слова Ахматовой снова обруган относятся к статье Вербицкого Я хочу знать как он поживает говорит Анна Андреевна Он был так добр ко мне привез из Италии лекарства подарил свою книгу внимательный заботливый человек позвонила Слуцкому вернулась довольная он сказал у меня все в порядке протянула мне его книгу надпись от ученика по-видимому это была первая книга Бориса Слуцкого память Москва 1957 год я осведомилась о Суркове положение традиционное обещал позвонить но еще не звонил таким образом верстка лежит недвижимо и вопрос о замене двух азиатских стихотворений двумя из сожженной тетради еще не решен я принесла с собой второй номер журнала Москва мне не терпелось показать Анне Андреевне последнюю любовь Заболоцкого и главное отрывок из поэмы Самойлова единственные до сих пор стихи о войне кроме быть может дома у дороги которые взяли меня за сердце стихи большого поэта Мария Сергеевна и Юлия Моисеевна ушли не то к Нине не то говорить по телефону а я прочла Анне Андреевне вслух последнюю любовь ей не понравилось она прочитала сама глазами не понравилось опять нападки ее оказались как всегда совершенно неожиданными и на этот раз к тому же непостижимыми для меня причем тут шофер говорила она сердито почему я должна смотреть на влюбленных глазами шофера ведь не смотрел же блок на две тени слитых поцелуи глазами лихача второе стихотворение гораздо лучше чистое поэтическое прекрасное а третье тоже хорошее но уже было это уже было в журнале Москва за 1958 год во втором номере были опубликованы три стихотворения Заболоцкого последняя любовь кто мне откликнулся в чаще лесной и сентябрь позднее стихотворение последняя любовь вошло в цикл стихотворения Заболоцкого под тем же заглавием но не в качестве открывающего цикл я прочитала еще раз строки из последней любви и они наклонясь друг к другу бесприютные дети ночей молча шли по цветущему лугу в электрическом блеске лучей бесприютные дети ночей такие найти слова для влюбленных нет ничего не помогло вернулись в комнату Мария Сергеевна и Юлия Моисеевна приехала Эмма не знаю как мы все уместились Анна Андреевна каждой гости давала прочесть последнюю любовь и каждый толковала про шофера я изо всех сил пыталась понять ее мысль но так и не поняла почему поэт не имеет права взглянуть на своих героев со стороны чужими глазами здесь это даже необходимо взглянуть со стороны потому что в самый замысел стихотворения входит неведение героев об их будущем но гибельность будущего ясно начертана на их лицах на цветах уходящего лета и усталый старый человек посторонний читает эти письмена здесь все дело именно в неведении и ведении а кто ведает шофер или прохожий не все ли равно сравнение с блоком неправомерно потому что все блоковские стихи о мчащемся лихаче есть сами по себе стихи о гибели герой и сам знает что рысак мчит его в гибель над бездонным провалом в вечность задыхаясь летит рысак вот она гибель и стало все равно какие лапзать уста ласкать плеча в какие улицы глухие гнать удалого лихача или болотистым пустынным лугом летим одни вон точно карты полукругом расходятся огни гадай дитя по картам ночи где твой маяк еще смелее нам хлынет в очи неотвратимый мрак ночной мрак гибель и герой сам это знает а героя Заболоцкого нет за них знает шофер а машина во мраке стояла и мотор трепетал тяжело и шофер улыбался устало опуская в кабине стекло он то знал что кончается лето что подходят ненастные дни что давно уж их песенка спета то что к счастью не знали они никакие мои доводы и цитаты не помогали Анна Андреевна с раздражением твердила одно но при чем тут шофер да ведь этот шофер отчасти сам автор сказал я наконец автор который раздвоился и глядит на себя со стороны ладно отложили Заболоцкого я прочла вслух кусок поэмы Самойлова что там поет внутри такое родное знакомое и такое новое еще не бывшее ни у кого он лиричен насквозь как-то хочется сказать виолончелен всюду не только в лирических строках но и в повествовательных рассказывающих которым я обыкновенно более глуха рассказал эпизод о капитане Богомолове потом мимо сел деревенья костелов мчится поезд дорогой прямой мчится поезд дорогою дальней словно память летит сквозь года рядом струйкою горизонтальной вдоль дороги текут провода мимо клочев осеннего дыма мимо давних скорбей тревог и того что мной было любимо и того что забыть я не мог все хорошее или дурное все добытое тяжкой ценой навсегда остается со мною постепенно становится мной все вобрал я и пулю и поле песню брань воркование ручья человек это память и воля дальше извинемся память моя наверное читал я очень плохо заранее мучаясь от того огорчения какое испытаю если и эти стихи не понравятся Анне Андреевне но ей они понравились слава богу и даже очень она взяла у меня из рук Москву и перечла всего Самойлова отрывок из поэмы и стихи все насквозь глазами хорошо сказала она еще раз слышен поэт постепенно становится мной это уж и совсем хорошо слова Анны Андреевны относятся к прочитанному мною вслух отрывку из поэмы Давида Самойлова ближние страны опубликованному во втором номере журнала Москва за 1958 год вскоре Самойлов и Ахматовы познакомились и подружились Давид Самойлов 1920 1990 годы жизни так вспоминал о знакомстве с Анной Андреевной ошибочно впрочем указывая год и вот где-то в 56 году она прочла или ей прочли куски из моей поэмы ближние страны несколько отрывков ей понравилось и она передала это через Лидию Корнеевну Чуковскую с тем подтекстом что можно к ней прийти я позвонил в 62 году Ахматова говоря со мною о наиболее ценимых ею современных поэтах среди имен Тарковского Липкина Корнилова Бродского назвала также имя Самойлова Ахматовой посвятил Самойлов при ее жизни стихотворение «Я вышел ночью на ордынку» А после кончины смерть поэта и станции Записи Самойлова Ахматовой в прозе опубликованы его вдовой Медведевой в журнале «Октябрь» в девятом номере за 1991 год Мемуарная философская проза Самойлова стала появляться преимущественно в конце 80-х годов До этого кроме многочисленных переводов венгерских сербских чешских и главным образом польских поэтов появилась капитальная исследовательская работа книга о русской рифме Москва 1973 год и 1982 год Последнее что было составлено им самим это двухтомное собрание избранных произведений Москва 1989 год а также сборник Снегопад Москва 1990 год вышедший уже после его смерти написано в 1991 году Яниксилуни городу повторила свою любимую мысль что вот в Мартынове я поэта не слышу ни на груш Мария Сергеевна полусогласилась но сказала что любит раннего Мартынова Реку Тишину Юлия Моисеевна и Эмма возражали мне говоря что он интересен термин недоступный моему пониманию виртуозен блестящ я не согласна с Лидией Корнеевной у Мартынов встречаются большие удачи будьте полезны будьте железны это великолепно а вот богатый нищий жрет мороженое мне ни к чему наиболее известным из ранних стихотворений Леонида Мартынова к 50-м годам стала река Тишины которую в нашем разговоре и хвалит Петровых написана река в 1929 напечатана впервые в 1942 в сборнике Лукоморья строка будьте железны будьте полезны понравившаяся Анне Андреевне это строка из стихотворения будьте любезны строка богатый нищий жрет мороженое неполюбившаяся ей из стихотворения богатый нищий сидели болтали оказывается вернувшись из Болшева Анна Андреевна уже успела прихворнуть искупалась и несколько дней провела полулежа но сейчас она снова выходит было уже поздно мы все торопились по домам но Анна Андреевна нас удерживала мы плечом к плечу сгрудились у нее на постели вытеснив ее с привычного места на стул я рассказал о том что 1 апреля в переделкине на дне рождения Корнея Ивановича был Зощенко и произвел на меня и на деда тяжелое больное впечатление уходя он явно не понимал в какую дверь выйти и все пытался проститься с Тамарой Владимировной которая уезжала вместе с ним путая ее с какой-то другой дамой ему незнакомой накануне дня своего рождения Корнея Иванович повидался с Зощенко чтобы уяснить себе как именно будет выступать Михаил Михайлович 3 апреля 58-го года на предстоящем горьковском вечере и не следует ли ввиду его тяжелого состояния ему помочь Корнея Иванович Корнея Иванович намеревался посоветовать Зощенко чтобы он выступил не как оценщик а как мемуарист прочел бы письма Горького припомнил бы его наружность его повадки 30 марта Корнея Иванович записал у себя в дневнике вчера вечером в доме где жил Горький на Никитской собралась вся знать из Зощенко ради которого я и приехал в столовой накрыты три длинных стола и поперек два коротких а за ними в хороших одеждах сыты веселые лауреаты с женами с дочерьми сливки московской знати и среди них он с потухшими глазами сострадаческим выражением лица отрезанное от всего мира растоптанные ни одной прежней черты прежде он был красивый меланхолик избалованный славой и женщинами щедро наделенный лирическим украинским юмором человеком большой судьбы теперь это труп заколоченный в гроб даже странно что он говорит говорит он нудно тягучи длиннейшими предложениями словно в труп вставили говорильную машину через минуту такого разговора вам становится жутко хочется бежать заткнув уши он записал мне в чукоколу печальные строки и гений мой поблек как лист осенний фантазии уж прежних крыльев нет между тем предположительно третьего его выступление на вечере горького с чем он выступит там он сказал лучше мне ничего не читать ведь я заклейменный отверженный зощенко седеньки с жидкими волосами виски вдавлены внутрь и этот потухший взгляд очень знакома российская картина задушенный убитый талант полежаев николай полевой релеев произвел на меня Зощенко. Конечно, ему не следует выступать на Горьковском вечере. Он может испортить весь короткий остаток своей жизни. На Горьковском вечере Зощенко не был. «Бедная Мишенька», — сказала Анна Андреевна, — «я никогда в прежнее время не была с ним дружна, а теперь мне за него тревожно, как за близкого». Помолчали. Разговор перешел на всякие казенные оценки литературы, принятые в справочниках и в вузах. Анна Андреевна рассказала. В столице, в университете имени Ломоносова, профессор, доктор наук, читает студентам лекцию об акмеизме. При этом о Николае Степановиче и об Осипе не упоминается. Оставлены почему-то только Сергей Городецкий, я и Мишенька Зинкевич, которые к тому же именуются Синкевичем. Наконец, все поднялись, и я вместе со всеми. Но меня Анна Андреевна удержала. Останьтесь, у меня к вам дело. Она проводила гостей и воротилась в комнату. Внезапно быстрым движением нагнулась и вытащила откуда-то длинный узкий прямоугольный картон. Движение было такое быстрое, что я не успела понять, откуда. Узнаете? Нет. Корешок вашей папки. Разве ваша папка была с рваным корешком? Нет, она была новая. Зачем же я вам дам рваную папку? Унесите. Лучше я сама к вам приду. В 1957 году на основе дневников 1948-51 годов я окончила новую повесть «Спуск под воду». Мне хотелось, чтобы Анна Андреевна прочла эту вещь. Я принесла ей на ордынку экземпляр в аккуратной коричневой папке. Анна Андреевна уже несколько раз показывала мне корешки книг, взрезанные бритвой. Она усматривала в этих вспоротых переплетах деятельность двора чудес и, вероятно, не ошиблась. Была ли она права, найдя подтверждение своей мысли и в оторванном корешке моей папки, не знаю. Ведь, чтобы прочитать мою рукопись, не оставляя следов, достаточно было развязать тесенки. Быть может, проверяли, не вклеено ли что-нибудь в корешок. Разумеется, и Анну Андреевну и меня более всего интересовало, кто занимается этой хирургией со столь маниакальным упорством. Ох, до чего надоело. Опять двор чудес. Какая скука. Шла я назад, повторяя слова пастернаковской молитвы. И тебе ж невыносимой смеси откровений и земных неволь. Либо откровений не надо, либо в придачу к ним нужна воля, хотя бы на четырех с половиной метрах жил площади. Смесим не откажешь в остроте. Но в них, окромя остроты, есть и нечто опостылившее, скучное, нудное. Значит, опять дежурит страх и муза в свой черед. 16 апреля 58-го. В очередном разговоре о докторе Живаго, о котором Анна Андреевна опять отзывалась весьма насмешливо, я сказала мельком, что пастернак сильно подчеркивает всякие случайные совпадения. То время совпадает, то место, придавая, видимо, этим совпадениям особый смысл. Да, ответила Анна Андреевна. Им не богата жизнь, но из этого ровно ничего не следует. В 41-м, во время бомбежек, у меня в фонтанном доме уже невозможно было жить. Я решила переехать к Томашевским. За мной пришел Борис Викторович, взял мой чемоданчик, вот этот самый, и мы отправились. У цирка сели в трамвай, но скоро началась тревога. Мы вышли. Нас загнали во двор, потом в какой-то подвал. Не глядя, мы на что-то сели. Потом я подняла глаза. Белые стены. Это была бродячая собака. Сноска. Мы на Михайловской площади вышли из трамвая, вспоминает Ахматова. Тревога. Всех куда-то гонят. Мы идем. Один двор, второй, третий. Крутая лестница. Пришли. Сели и одновременно произнесли. Собака. Это был тот знаменитый подвал, то артистическое кабаре, куда в десятые годы она и друзья ее столько распускались. По крутой подвальной лестнице, в пеструю, прокуренную, всегда немного таинственную бродячую собаку. Это был тот подвал кабаре на Михайловской площади 5, которому посвящено столько воспоминаний тогдашних посетителей и столько стихов Ахматовой. Например, «Да, я любила их, те сборища ночные». «Все мы бражники здесь, блудницы». «Подвал памяти». Упоминается бродячая собака в первой части поэма «Безгероя» и воспоминаниях Ахматовой о Мандельштаме. Бродячая собака основана была актером-театриками Соржевской Борисом Константиновичем Прониным 1885-1946 годы жизни в содружестве с Судейкиным, Сопуновым, Кульбиным и другими. Замысел у строителей был таков – объединить благородных бродяг и бездомников на разнообразных путях творческих исканий. Просуществовала собака с 1911 по 1915 год, когда полиция сочла необходимым закрытию. В 1916 году Пронин в том же подвале возобновил кабаре под новым названием «Привал комедиантов». Просуществовала эта кабаре до 1919 года. С Борисом Викторовичем Томашевским 1890-1957 годы жизни основателем советской текстологической школы, как характеризует его краткая литературная энциклопедия, и с женой его Ириной Николаевной Медведевой, 1903-1973 годы жизни, сотрудницей Пушкинского дома и автором работ о Пушкине-Боротынском Гоголе. Анна Андреевна была тесно дружна. Из многосторонних теоретических историко-литературных и стиховеческих работ Томашевского более всего привлекал Ахматову его пушкинизм. «Борис Викторович Томашевский был моим учителем по линии пушкиноведения», вспоминала Ахматова в одном из своих писем 1962 года. Ирина Николаевна Медведева-Томашевская сообщает, «Беседы о Пушкине никогда не носили округлого характера. Это были скорее вопросы и ответы, совместное заглядывание в тексты, некие лаконические замечания, скорее междометия». Семья Пуниных в начале войны переехала в подвал Эрмитажа, более безопасно при бомбежках и обстрелах, чем фонтанный дом. Анна Андреевна оставалась на фонтанке. Обстрелы были сильные. Она позвонила Томашевским. Борис Викторович пришел за ней и увел ее к себе, в писательский дом на канале Грибоедова, туда, где жили он и его семья, а потом устроил в подвале у дворника, там надежнее. Борису Викторовичу случилось оказать Анне Андреевне и другую существенную услугу. Когда в 1950 году Ахматовой намекнули сверху, что если она напишет стихи в честь Сталина, это может облегчить участь сына. Она сочинила целый цикл стихотворения «Победе». В котором прославляется Сталин. И он орлиными очами увидел с высоты Кремля или «Где Сталин, там свобода, мир и величие земли». Это унижение было для нее одним из самых тяжких в жизни. Тут ее покинула даже так называемая техника, даже ремесленные навыки. И тут помог ей справиться с мучительной задачей Томашевский. Она обратилась к нему за советом. По свидетельству Ирины Николаевны, записанному «Леди Гинсбург», Борис Викторович ничего не сказал. Молча сел за машинку перепечатывать стихи для отправки в Москву. При этом он, по своему разумению, не спрашивая Анну Андреевну, исправлял особенно грубые языковые и стихотворные погрешности. Когда поэты говорят то, чего не думают, они говорят не своим языком. Конец сноски Встреча с Сурковым наконец состоялась. «Он был кроток, как агнец», — сказала Анна Андреевна. Замену азиатских стихов, сожженными, разрешил. Однако начало надписи на книге, почти что от литейской тени, восстановить не позволил. И мой городок игрушечный сожгли, дает, насколько я поняла в искаженном виде. Теперь книга снова отправлена в Венгрию на сверку.